Друзья, я включил запись, и это означает, что мы начали формальную часть нашего вебинара. Я прошу всех, кроме выступающего и зателепина ведущего, всех остальных отключить звуки микрофонов, которые будут мешать выступающему. Вот я вижу, у нас все уже это знают, вот Диме Голованову давно не участвовал, я помог. Все, все отключились, спасибо. Сегодня 9 марта 2022 года, московское время 16 часов 2 минуты. Я зателепин, модератор нашего вебинара Климова Зателепина. Несколько слов. Во-первых, да, хотел я поприветствовать пару человек тут. Во-первых, Геннадий Савинков. Я получил информацию о том, что моя почта не может до него дойти, но он появился, и это очень здорово. Это означает, что он, не получив мое письмо, понимает, что у нас по средам, и поэтому просто включается, и это нормально. Мы еще живы. Да, да, да. Ну нет, Геннадий, ну не надо так уже грустно. Я уверен, что в среднем будет все нормально. И довольно быстро. И, по-моему, Андреев же тоже там. Да, да, Андреев тоже. Я тоже его тут вот увидел. Тоже ему привет. Привет, значит, вот от участников. Мы науку и политику не смешиваем. Спасибо за привет. Поддерживаю, что наука должна быть интернациональной. Я даже могу сказать, что я не буду выдавать тайны, но мы с Анатолием Ивановичем получаем письма от наших зарубежных, которые говорят, что вы не беспокойтесь, значит, вот науку мы с политикой практически не смешиваем. Анатолий Иванович сегодня об этом немножко позже скажет, я ему слово дам. Так вот, об организации Зума. Смотрите, тут из-за санкций есть опасения, что с Зумом могут быть какие-то проблемы, но, по-моему, они все решаемые. У меня оплачено до середины сентября, оплачено этот самый профессиональная версия Зума для того, чтобы его ввести. Кроме того, довольно большое место оплачено, ну и там некие проблемы для того, чтобы продлевать эти оплаты. Но я думаю, что я наловчусь их решать с помощью системы PayPal, кстати, тоже американская. Она вот не отказалась работать в России. Карточки отказались, а PayPal работает. Поэтому я думаю, все это решаемо. Значит, ну, о Чизове я скажу чуть попозже, а сейчас я хочу дать слово Анатолию Ивановичу, который даст важную информацию относительно конференции ICCF-24, которая будет в этом году в конце июля. Анатолий Иванович, тебе слово. Спасибо, председатель нашего вебинара. Уважаемые коллеги, ну, мне пришло второе письмо из Америки от наших коллег с оргкомитета по грядущей конференции ICCF-23, которая будет происходить в Силиконовой долине в Калифорнии, с подтверждением о том, что… О, Анатолий, ICCF-24 будет. 24, извините, да. Значит, вот с извещением о том, что вот на мой прямой запрос, будут ли введены ограничения на состав участников из России, был подтвердительно, дал ответ, что, значит, наука интернациональна и никаких ограничений, значит, не будет. Более того, они меня просили убедительно, значит, все-таки участвовать при рецензировании работ, которые будут присланы из России. Поэтому я напоминаю, что, значит, сама конференция состоится в июле месяце, с 25 по 28 июля. До начала апреля необходимо подготовить абстракты и дедлайн там 7 апреля, по-моему, значит. Ну и желательно, так сказать, отослать это в оргкомитет, вот эти вот абстракты и копию в наш адрес вот с Валерием Николаевичем, значит, чтобы, если будут какие-то там затруднения, вопросы, мы могли бы оперативно решать их, так сказать, ну вот через меня, коль скоро я там представитель нашего сообщества в этой международной конференции. Так что спасибо вот за эту информацию, которую я вам выдал. Единственное, я хочу сказать, что, ну вот наши коллеги, в том числе, значит, которых мы приглашали на семинар, по-разному все-таки ведут себя в этой ситуации. И, к сожалению, многие вынуждены, значит, ну соблюдать правила игры, значит, я не скажу, что вот они записали нас в потенциальные враги, но остерегаются, так сказать, выступать у нас на семинаре. Это действительно реальная правда на сегодняшний день. Значит, ну, жизнь, я думаю, все-таки растает все акценты по местам. Вот наша задача все-таки, вот те темпы, которые мы набрали, не снижать. Спасибо. Спасибо, Анатолий Иванович. Я еще раз хочу сказать, во-первых, он, по-моему, ошибся, Анатолий Иванович. По-моему, дедлайном является чуть-то не 1 апреля, поэтому времени-то уже не так много для написания этих самых... Валер, Валер, апрель, 8 апреля, значит, вот абстракты, значит, это самое... Ну, хорошо, поправка, да. Значит, ну, тем не менее, видим всего месяц, и поэтому тянуть с абстрактами не нужно. Пожалуйста, высылайте мне или Анатолию Ивановичу, и мы знаем, куда и как их направить. Еще раз хочу сказать, что если до кого-то не будет доходить объявление по e-mail о том, что в среду будет вебинар, то, пожалуйста, сами заходите. Адрес у нас один и тот же, который уже у нас два года один и тот же адрес, вы его все знаете. И поэтому у нас в следующую среду доклад и еще в следующую среду, и еще в следующую среду. Поэтому три среды, по крайней мере, подряд у нас есть портфель. И даже если объявления не доходят, то, пожалуйста, сами заходите, потому что сейчас почта тоже работает со сбоями. Теперь вот относительно переходим к сегодняшнему. Сегодня выступает у нас Владимир Александрович Чижов. Я вот такая интересная вещь. Он год назад выступал последний раз у нас тут, вернее, год назад по теме сегодняшнего доклада выступал. Я рассылал вот в письмах, которые по объявлению по вебинару, и тот, кто хотел, мог посмотреть его и презентацию, и мог посмотреть его выступление в видеозапись. Поэтому вот спустя год там новые какие-то результаты. Я тогда, год назад, несколько слов говорил о Чижове. И я сейчас их повторю, потому что, возможно, подзабылось, а кто-то, может быть, и не присутствовал. Поэтому пару слов хочу сказать. Владимир Александрович Чижов, он очень интересен у нас тем, что он единственный, пожалуй, человек в нашем комьюнити, который комьюнити по-русски сообщества, по сути дела, в нашем сообществе, который в свое время за свои научные работы получил премию Совета министров СССР, ну, с группой товарищей. Это очень высокая награда, она ранга госпремии, премия Совета министров. И она выдавалась за технологические, не за научные, а за технологические работы. Владимир Александрович изловчился в своей диссертационной работе, значит, сделать, добиться того, чтобы выращивать очень большие кристаллы для нужд российской лазерной промышленности. Вот это классное технологическое достижение, и оно дорогого стоит, потому что это означает, что человек имеет определенный технологический навык. И вот это очень важно и в нашем деле, потому что проведение эксперимента – это в первую очередь всегда технология. Там приходится отсеивать зерна от плевел, и вот это очень и очень непросто делать. И мы видим, что этот человек умеет, Чижов умеет это делать, поэтому его данные заслуживают особого внимания в связи с этим. Сегодня доклад о взаимодействии странного излучения с постоянным магнитным полем. Ну, все знают уже, я это многократно делал, что я критикую слово странное излучение, но вот его используют. Тем не менее, поэтому доклад будет о странном излучении, которое я называю неизвестное излучение. Я в свое время говорил, что на конференции, которая у нас была в Адлере, что как только мы поймем, что такое за неизвестное излучение, что это за зверь такой, мы начнем понимать, как же устроен холодный синтез. Лучше, по крайней мере, будем понимать, на правильный путь встанем. Ну и вот все данные на эту тему, я считаю, чрезвычайно полезные. Данные о том, о свойствах неизвестного излучения. Об этом сегодняшний доклад. Владимир Александрович, я закончил, тебе слово. Хорошо, хорошо. Включай демонстрацию. Сейчас, подожди, я тебе дам право. Да, вот я тебе дал право. Пожалуйста, включай демонстрацию. Поделиться. Так, ну вот. Да, видишь, но только увеличь, может быть, если... Да-да-да, сейчас я перейду в полный экран, постараюсь перевести ее. Что-то она у меня не переходит. А, вот, все, пошло. Да, молодец. Все видите, да? Да, большой экран, все здорово у тебя получалось. Ну что вот. А взаимодействие странного излучения с постоянным магнитным полем и новые эксперименты действия странного излучения. Ну вот, хочу начать свой доклад с такого высказывания, которое прозвучало более ста лет назад очень выдающимся человеком Максом Планком. Природа устроена. И она, в общем-то, как-то созвучна, вот это выражение с нашей тематикой. Природа устроена настолько просто, что понять нам ее очень сложно. Гениальные слова. Если взять никель или никельный порошок, или порошки и порошки бургидрида натрия, или алюмогидрида лития, то никаких излучений от этих компонентов не исходит. Но стоит... Вот у меня здесь немножко как-то... Ну, не знаю, видно вам или нет. Видно, видно вам. Видно, да. Но стоит провести твердотельную диффузию, температурную диффузию более 1000 градусов, и на твердотельных детекторах, сиденья дисках или стекле появляются треки от излучения, которые у Русской в 2000 году назвал «странное излучение». Ну, в общем, вот неизвестное такое, странное. Вот. Исследования проводились в двух системах. Это никельный порошок плюс бургидрида натрия и алюмогидрид лития. Масса загрузки в никельный контейнер не превышала 10 грамм. Это примерно 0,1 моля по никелю и 0,05 моля по водороду из расчета. Температура процесса 1100-1150 градусов. Ну, это вот представлено то оборудование, на котором проводились эти процессы. И вот здесь вы видите сиденья диски, которые выставлялись практически по кругу, где располагался реактор при температурном процессе. И вот на сиденьях обнаруживались вот такие вот странные излучения. Ну, они очень схожи, похожи. То, что Уруцкоев еще в 2000 году показывал, то, что Зателепин с Барановым показывали на своих установках. И у меня то же самое. Вот то, что касается цветных картинок, вот типа птичек там, гусениц, шариков и замысловатых гусениц. Это все сиденья диски. А вот темные – это стекло, лабораторное такое стеклышко было поставлено, и на них тоже вот образовались такие странные излучения. Ну, удивила проходимость этого странного излучения. То есть вот порядка 250 миллиметров различных кристаллических материалов оно совершенно проходит и создают вот эти треки в аморфных средах. Каким является поликарбонат или стекло, или воск? Володь, можно я тебя прерву? Ты все-таки вернись в предыдущий слайд. Извини, время потратим, но это будет полезно. И растолкуй вот этот вот срез, который у тебя в левой части экрана. Потому что я-то хорошо знаю, а ты-то так галопом, и люди не понимают, что это за срез, чего это такое. Вот расскажи, это срез твоего реактора. Вот расскажи, пожалуйста. Хорошо. Это срез тепловой установки. Вот он. Я его разрезал как бы и показал, где находится реактор. Вот он находится в волонтовой трубе. Вот здесь вот находится спираль. Это фехралевая намотка двухмиллиметровая. Вот. Затем идет жаропрочная вата. Потом менее жаропрочная вата идет. Минвата. Минвата. Это проложено алюминиевой прокладочкой. Вот пищевой алюминий 0,1 миллиметра использовался. И потом вот идет уже толстая алюминиевая. Вот этот кожух алюминиевый 0,4 миллиметра. И вот такая подставочка даже металлическая, чтобы, так сказать, провисания вот этого муфеля при температуре высокой не было. И вот здесь вот ставились вот эти вот наши твердотельные детекторы CD-диски. Ну вот здесь вот вся вот эта вот конструкция, она составляет порядка 250 миллиметров. Вот. Вот здесь вот никелевая лодочка, здесь еще вторая подложка для того, чтобы, так сказать, не было каких-то взаимодействий с алюмином и муфель оставался целым. Вот. Вот 2 миллиметра никеля, 5 миллиметров – это вот толщина окиси алюминия, ну, так сказать, кремнезем достаточно грязный. Ну, вот АЛУНТ. Минплита 120 миллиметров, алюминий, как я уже говорил, минплита 110 миллиметров другого состава. И алюминий 0,4 миллиметра, и железо вот эта подставочка была 2 миллиметра. Ну, а здесь уже вот выставлял CD-диск. И вот проходя все это, так сказать, дело, все эти кристаллические вещества, вот здесь мы видим то образование, о котором только сейчас я говорил. Вот они. Тебе от странного излучения. Ну вот, а по массе расплавленного поликарбоната трека на CD-диске, вот что образовалось, так сказать, проплавлено на CD-диске вот эти треки, как бы я посчитал вот эту массу, вот, и чтобы ее расплавить, была сделана оценка энергии этого действительно странного излучения, которое составляет более 50 терраэлектронов вольт, в общем, гигантская величина, при температуре более 1000 градусов, и 0,3, 1 терраэлектронов вольт при комнатной температуре. Ну, вот здесь вот показана сама методика расчета. И вот здесь что интересно подчеркнуть, что если раньше все время наблюдались эти треки вот в плане, и говорилось о том, что это какие-то шины, типа похожи вот на какие-то гусеницы, так сказать, но более детальное исследование с хорошим микроскопом при увеличении 500 показало, что это воздухом заполненные вот такие вот винтовые, так сказать, круги, которые создают вот этот эффект, как гусеницы. Диаметр порядка 5 микрон, вот этот минимальный диаметр, ну, а шаг там разный может быть. Даже есть и прямые, типа лыж, на которые раньше внимания не обращали, а они тоже имеют полость, воздушную полость и примерно такой же диаметр. Шаг вот здесь вот 15 микрон, 20 микрон. Вот этот вот диаметр, вот этого, так сказать, состояния, порядка 15 микрон выбран, как средний трек. И отсюда просчитана масса. Ну, а так как теплоемкости известно, так сказать, температура плавления, удельная теплота плавления этого вещества, то и получается у нас вот такая вот величина 7,5-10 мм 6 джоуга. И если перевести ее в электрон вольты, то это порядка 50 тэр электрон. Но это средний трек. А есть треки и в три раза сильнее. Это я, так сказать, брал вот 3,5 мм, даже не 70, а 3,5 я брал, порядка 5 мм. А есть и 15 мм треки. Так что до 150 тут совершенно спокойно доходит. Ну, вот я хочу, для меня это, в общем-то, была какая-то загадка тоже в то время. Как это объяснить, так сказать, вот с чем это можно связать. Ну, и хочу вот здесь немножко сказать о предыдущих докладах, которые были сделаны. И уже многие реагируют на то, что они посвящены были электронному воздействию. Но я не хочу никого критиковать. Да не суди, да не судим будешь, как в большой книге написано. Поэтому только хочу сказать о том, что давайте мы все-таки придерживаться как-то эксперимента будем. А то, так сказать, говорится о том, что там на уровне 10 ферме работают спаренные электроны, а рисуется трек вот порядка 5 микрон. Вот, это совершенно неправильно. Или, когда говорится о нейтринном взаимодействии, то, так сказать, а где странное излучение, как его объяснить в этом случае. Ну, и так далее. Вот, для меня тоже это была загадка. И я, в общем-то, пытался как бы разгадать вот это вот. Как можно, так сказать, получить вот такую энергетику, используя вот, и сделал оценку скорости протона для создания вот трека с энергией вот такой вот 7,5 на 10 минут 600 джиуда. А скорость протона получается, я даже протона, не электрона брал, который почти в 9000 раз тяжелее электрона. У меня получилось, что скорость его должна быть на 3 порядка выше скорости света. То есть, это вообще, так сказать, какой-то нонсенс. Или по массе не хватает вот одного миллиона частиц протонов. Ну, хорошо. Но даже и реликтивистский фактор не может объяснить вот экспериментальный трек типа вот веера. Хорошо, мы можем разогнать его условно, практически до скорости света. Вот 2,83 у меня получилось на 1,8, тогда у него масса будет увеличена на 5 порядков. Вроде бы, казалось, должно энергии хватить. Но по сравнению с тем экспериментом, который мы видим, это никак не связано. Дело в том, что протон вот этот вот, это единица ферми. Как можно создать 5 микрон, так сказать, вот такой канал? А тем более объяснить веер. Что вот здесь вот получилось, если мы протон запускаем, что у нас уже к варке полетели? Ну, это, в общем-то, глупость. Ну, и в качестве примера, вот, так сказать, немножко отвлекусь от данного материала. В качестве примера приведу вот такую вот вещь. Такой вот пример. Значит, вот из Калифорнийского университета. Такие молодые, красивые ребята, амбициозные, по-видимому, сказали, гениальная идея совершенно. А зачем охлаждать весь провод сверхпроводящий? Надо охлаждать его только кусочек. И что? Теория БКШ позволяет охлаждать не весь кристалл. То есть не всю линию проводимости ВТСП, а только ее часть. И запустить всю линию при комнатной температуре. А что, действительно, куперовские пары образованы, башзей, штыновский конденсат образован, он уже вышел на уровне ферме. Этот, так сказать, сгусток, он не работает уже с кристаллической решеткой. И можно запускать, и, пожалуйста, теория позволяет, природа не позволяет. Это по поводу куперовских пар. Ну, ладно, вернемся к нашему направлению. Удивительно уявилось то, что контейнер вот этот испускает странные излучения при комнатной температуре. Но с меньшей, конечно, интенсивностью, то это обладает свойством радиоактивности. Володь, вот это очень важный момент. Вот здесь, пожалуйста, объясни, что вот этот черный вот этот объект, который у тебя на тарелочке лежит, и это есть тот самый объект, который на срезе, который у тебя был наверху, на самом деле. Да, да, да. Вот это надо связать, люди же не могут это связать. Да, да, да. Вот контейнер, который, так сказать, прошел термический процесс, я его называю контейнер-реактор, просто лежит и продолжает испускать странные излучения. Если мы ставим здесь вот этот CD-диск, наш твердотельный детектор, то мы видим на нем вот это странное излучение. Следы этих треков. При комнатной температуре. Но треки наблюдаются также и у дефтерной камеры Вильсона на парах спирта. Магнитное поле 4,5 мили Тесла. И вот здесь вот можно наблюдать. Вы видите такие вот черточки, которые здесь пролетают. Это вот фоновые треки. Вот он, фоновый трек. Вот посмотрите на фоновые треки. Вы их увидите. Сейчас они появятся. Вот там черточка была. Вот он скрученный идет. Вот менее скрученный прошел. Вот еще фоновый трек проскочил. Это вот мельчайшие фоновые треки вот такого плана. Но можно смотреть здесь долго. Давайте не будем терять времени. Я остановлю этот процесс и покажу в сокращенном, как говорится, варианте. Вот он. Володь, можно я? Вот ты затормози, пожалуйста. Я очень важная вещь. Вот ты пытаешься уложиться во время, я это понимаю. Вот ты поясни свою фотографию толком. Вот это по центру лежит контейнер. По центру лежит контейнер. Он лежит в стеклянной банке, который вот предыдущий слайд покажи, пожалуйста. Да, 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 да. Ты чистый. Предыдущий. Мне надо выйти только. А, это из видео. Из видео надо выйти. Из видео режима надо выйти. Вот он. Вот это стеклянная банка. Вот на дне лежит контейнер. И мы охлаждается там особым образом, с помощью пельтье. А, нет, у тебя с помощью этого льда сухого. Льда сухого льда, да. И вот в этой банке пролетают частички, которые рисуют эти треки. Ну вот, чтобы люди понимали. Да, да, да. Вот эта крышечка для загрузки металлическая, она открывается. Вот здесь вот полистый материал, он пропитывается спиртом медицинским. Это вот магниты, магнитное поле. Вот пары спирта охлаждаются, переохлажденные пары спирта. Здесь находится контейнер. И если мы видим, так сказать, фоновые, вот они фоновые. Сейчас я их показывал. А когда вот реальные, энергетические, сейчас я покажу, трек происходит. Ну здесь вот фоновые мы посмотрели. Давайте посмотрим. Вот я вырезку такую сделал, чтобы долго времени не тратить на это. Вот посмотрите. Вот он он. Вот такой вот трек. Сейчас я его даже вот так вот прокручу и остановлю. Володь, не запустилось, видео не запустилось. Почему? У меня показывает. У тебя показывает, а у нас нет. Да. А как же сделать, чтобы оно запустилось? У меня-то я вижу его. Да, понятно, да. Может быть, если в полноэкранный режим попробуем войти. Ты из вышла из полноэкранного режима. Войди в полноэкранный. Ну вот сейчас я вошел. Не видно трека? Нет, не видно. Картинки не видно. Картинки не видно. Оно вот. Может быть, я тут виноват, сбил тебя. Володь, войди в полноэкранный этот самый. У тебя он сокращен. У меня нет пока слайдов. А, понятно. Как мне теперь выйти-то? Ну ты же делал в самом начале, полноэкранный запускал. Пока слайдов с текущего. Давай. Давайте попробуем. Вот. Попробуем. Нет. Не пошел. Не пошло, да. Не пошло. Ну давайте тогда вот здесь вот посмотрим. Сейчас вы увидите этот трек. Мощный. Только надо будет чуть подольше посмотреть. Мы тут подождем. Ничего страшного. Да, да, да. Вот они. Все фоновые треки. Вот они фоновые треки. А мы же с тобой запускали, Валер. Он пошел. Володя, эта штука работает сама по себе. Мы этим поправлять не можем. Давайте. Давайте. Сейчас скоро будет. Тут всего полторы минуты. Ну ты, поскольку полторы минуты, то я, ты так бодро фоновый, фоновый. Что такое фоновый? Космическое излучение. Космическое излучение. Вот они, вот они. Это не излучение от этого контейнера исходящее. Вот вы видите такие черточки различного плана. И они закручены и более. С чего вы решаете, что это не фон? Что источник этот контейнер? А сейчас вы его увидите. Подождите. Я же сказал, надо подождать. Володь, вот только что он проскочил. Мы его пропустили. Только что он проскочил, да. Если бы... Ладно, давай дальше. Такой мощный жирный сигнал, вот он отсюда шел. Вы не видели? Так он ниже контейнера проскочил. Ну вот я хотел вам показать, но не получается, чтобы я мог вернуть его и показать вам воочию. Нет, не получается. Все там было видно замечательно. Ну что вы будете спорить, когда у меня этих процессов было миллион? Ну не миллион, а порядка 30 штук. Вот неверующие. Давайте еще раз попробуем здесь запустить. Не видите? Нет, не получается. Володь, давай на это время не будем тратить. Это не суть важная. Это только один из методов регистрации. Камера Вильсона. На этом не надо сосредотачиваться. Это только один из-за чего. Вытащите контейнер, он просто этих не будет в треках. И все. Вот это и доказательство. Если вытащите из этой камеры, он просто треков не будет. Это Игорь Булин пока говорит, и он совершенно прав. И мы это делали многократно. Нет контейнера, нет таких жирных треков. Володь, продолжай. Ну, в общем-то, это краткая водная информация о странном излучении. Чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, а более подробная информация о докладах МГУ можете посмотреть на семинаре Бычкова Владимира Львовича. Это в РДН у Самсоненко Николая Владимировича. И на данном вебинаре 3 марта прошлого года и 14 апреля прошлого года. Ну, а теперь... Володь, перейди в полноэкранный режим. Перейди, пожалуйста. А, понял. Извините. Извините. Так. Ну, вот, а теперь уже о заявленной тематике. О взаимодействии странного излучения с постоянным магнитным полем. Ну, вот, первый эксперимент, который был сделан, это в чашку Петри устанавливался CD-диск. Сюда укладывался вот тот контейнер-реактор, который работает. Над ним устанавливался CD-диск, и все это помещалось в магнитное поле. В качестве магнитного поля использовали ферритовые... Такие ферриты. Вот. И экспозиция в эксперименте составляла 120 часов. И что получилось? А получилось вот такое распределение. В общем-то, ничего особенного. Вот такие точечные в основном треки были. Кратеры. Потому что все-таки слабее работает, чем при высокой температуре контейнер. Вот. Ну, были и вот такие вот длинненькие, и вот такие вот замысловатые треки. Вот. Но самым интересным было, вот, которых раньше не наблюдалось треков. Я их назвал треки типа лепешки. Они достаточно больших размеров. Это больше миллиметра, порядка миллиметра. Вот такого вот распределения. Раньше таких треков не было без магнитного поля. Ну, а следующий эксперимент был, в общем-то, просто подставлен... Володь, Володь, еще раз, пожалуйста, расскажи нам вот этот разрез последовательно, спокойненько. Что, зачем, зачем идет. Вот где сидит диск, где магнит, где там... Нет, предыдущий. Вот этот слайд. Расскажи, где что стоит. Разрез этот. Прокомментируй, пожалуйста. Вот она, чашка Петри. Вот она здесь показана серым цветом. Это чашка Петри. В нее укладывался CD-диск. Вот он, CD-диск первый. Потом на нее накладывался второй CD-диск сверху. Вот он, он показан. И вот он здесь синим показан. И все это помещалось снизу ферритовый магнит. И сверху... Ой, извините. И сверху ферритовый магнит. Вот они, ферритовые магниты. 4,5 млтс. Вот здесь вот создавалось магнитное поле. Небольшое магнитное поле, не сильное магнитное поле. И время экспозиции 120 часов. То есть это порядка 5 дней там выдерживалось. И вот что получилось при этом. Вот такое распределение. То есть если я вижу, так сказать, трек, я его вымечаю нестираемым фломастером. Вот на одном он обрезанный, который укладывался в чашку Петри. А это вот верхний CD-диск. И вот такое распределение мы наблюдаем. Как правило, это были вот точные дефекты, треки. И вот такого плана немного их было. И несколько штук были вот типа лепешка. Вот такие вот миллиметровые, которые раньше не встречались мне. Только с магнитным полем я увидел вот такие вот вещи. А экспериментов было с CD-дисками очень много. А следующий эксперимент был по-другому немножко сделан. Что вот эти CD-диски были вынесены за магниты. За магниты. Все вроде бы то же самое, только CD-диски за магниты. И эффект был очень неожиданным. То есть получилось, что странные излучения не проходят через магниты, через тело магнитов. Вот, что здесь, что здесь. Что вот в верхнем, что в нижнем. Где вот помечены вот эти вот магниты, там и нету практически странного излучения, треков странного излучения. Вот это было очень удивительно. Тем более, что магнитное поле-то не сильное. Четыре с половиной миллитесла. А куда же оно делось? А следующий эксперимент был построен следующим образом. Когда все поле было уставлено вот этими детекторами. То есть вырезка вот такая произошла из CD-дисков поликарбоната. И все это дело закрепилось вот таким вот образом. То есть со всех сторон. Куда же делось это странное излучение? И вот что получилось. То тело магнита, оно не входит практически. То есть вот здесь была лепешечка, здесь тоже была лепешечка. Вот лепешка, вот лепешка. Это вот две штучки лепешек. А в основном ушло все в сторону странного излучения. И причем в хаотичном порядке. Вот нельзя сказать, как оно тут распределилось. Ну вот, а схема вылета странного излучения с постоянного магнитного поля выглядит вот таким образом. Что и туда, и сюда, и туда, и сюда выбрасывается, но в тело не входит. Почему? Вот этот вопрос меня очень интересовал. Ну и вот как объяснить экспериментально полученный результат по поведению странного излучения, который проникает сквозь кристаллические вещества. Вы видели там 250 миллиметров различных кристаллических веществ. С параметром решетки порядка 3-5 амкстрем. И с энергией больше едней яиц и десятки терраэлектрон-вольт. Но которые выталкиваются относительно слабым 4,5 милитресла постоянным магнитным полем за его пределы в хаотичном, в общем-то, порядке. Это излучение действительно странное. Или непонятное. Ну, неоднократные дискуссии, ценные советы и рассуждения. Автор в лице меня внимал и внимает основоположника странного излучения, профессора, доктора физико-культических наук Леонида Викторовича Русскуева. В общем, тесно общается. Мы одинаково рассуждаем о вращающемся магнитном поле странного излучения. То есть он говорит, что без вращения не было вот таких, так сказать, таких вот гусениц. Не могло их просто быть. Были бы лыжи какие-то, было бы еще что-то. Но вот гусеницы говорят о том, что вращение магнитного поля, оно присутствует там. В этом мы единодушны. Но используем, в общем-то, разные подходы для образования странного излучения. И в данной работе я буду рассматривать модель возникновения странного излучения в двойниковых границах, как создание магнитного кластера малого размера. То есть только кластером малого размера можно объяснить, наверное, вот такое поведение, которое образует такие треки. И чтобы разобраться или сделать попытку понять, как действует постоянное магнитное поле на странное излучение, разделим задачу на части и рассмотрим поочередно. Ну, первое, это действие, как действуют постоянные магниты, создающие магнитное поле. Второе, что из себя предположительно представляет странное излучение в плане магнетизма. И третье, затем совместим параметры взаимодействия постоянного магнита, магнитного поля и странного излучения. Ну, это о постоянном магнитном поле. Ну, здесь, в общем-то, и до сих пор нету, так сказать, единой точки зрения. Это, в общем-то, как-то, так сказать, вызывает постоянно какие-то суждения, споры, разговоры, эксперименты. Поэтому, и, наверное, без эфиродинамики здесь не обойтись по постоянному магнитному полю. Ну, вот по представлениям, вернемся к изначальникам. По представлению Фарадея и Максвелла, силовые линии магнитного поля представляют собой некие трубки. И, согласно четвертому уравнению Максвелла, ротор B, вот этот вот, равняется, соответствует плотности тока и току смещения. Но B – это ротор A, это векторный потенциал, введенный, так сказать, для описания магнитного поля. Тогда четвертое уравнение Максвелла можно записать как ротор A. Ну, и действительно, наверное, они все-таки, тогда не было, так сказать, запрета на эфир. Наверное, они все-таки предполагали и думали, что, так сказать, что-то там работает такое, что не просто поле и все. Вот поле и все. Ну, поле, я понимаю, так сказать, я уже говорил об этом. Я понимаю поле Акуксов, поле там пшеницы. А просто поле, ну, непонятно, что это. В классике я не признал. Поэтому здесь, наверное, все-таки эфира, динамика должна сработать. Тогда вот как описать? Как можно представить себе вот это выражение ротор-ротор A магнитного поля через векторный потенциал A? Принимая представление магнитных силовых линий Фарадея и Максвелла как трубки, вот те самые, с наложением на них вращающего векторного потенциала ротора A, получим силовое магнитное поле из магнитных силовых линий трубок, связанных еще одним параметром, векторным потенциалом. Вот давайте посмотрим следующий слайд. Ну, не обращайте внимания пока на красный вот этот вектор. А вот, так сказать, ну, это, в общем-то, известная вещь. Вот. По-видимому, ротор A удерживает неподвижно в пространстве магнитные силовые линии постоянного магнита. Эксперимент показывает, что при вращении тела магнита, его магнитное поле, силовые линии вот эти, остаются неподвижными, как и полагал Фарадей. И подтвердил это экспериментально, создав и неполярный генератор, который, в общем-то, до сих пор мучает ученых. Но это связано именно как раз с тем, что при вращении магнита, магнитное поле стоит. Векторный потенциал для описания магнитных полей был введен в 1847 году Уильям Томпсоном, ну, или больше известно, как Урхидрин. А физический смысл векторного потенциала определен только через 112 лет. В 1999 году это эффект Аронова-Бома. И окончательно, экспериментально установлен. Ну, там были сомнения, так сказать, эксперименты 60-70-х годов, что у них соленоиды, они не отвечают, так сказать. Вот там есть дефекты, нарушение, искажение магнитных полей. Вот, и как-то его не принимали. И окончательно, экспериментально, что, безусловно, уже установлено с применением в 1986 году сверхпроводников. Сверхпроводники, они четко, так сказать, создают магнитное поле, которым нельзя сомневаться. Таким образом, векторный потенциал же наибольшей степени является характеристикой магнитного поля. Ну, это я уже показывал, так что дальше. А вот схема вихревого магнитного поля, вот предыдущего рисунка, 29, у меня влез, может, 30-й, который я показывал в слайд. Кстати, у меня все слайды пронумерованы. Вы можете, если вопросы есть, поставить номер слайда, мы тогда вернемся. У меня только ошибка, вот здесь вот, 29-й, 30-й. Так, применением для магнитного поля создаваем плоские уферитовые магниты в эксперименте. Плоскость двух магнитов 120 на 80 миллиметров, с застоянием между ними 20 миллиметров. Магнитная индукция 4,5 миллитесла. Учитывая объем, где создается магнитное поле, а это 2,10-4 метра кубических, вот такое вот, его энергия составляет 10-3 джоуля. А вот используя линии или датчик Куанкаре, потенциалы А в терминах мгновенных полей могут быть выражены достаточно простым способом. А это как зависимость от Р, но нас здесь интересует время. Вот, в данном случае время. И для постоянного магнитного поля с энергией порядка 10-3 джоуля это поле можно охарактеризовать одним вектором, векторным потенциалом А, который не меняется во времени. И на слайде, вот 30-м, обозначен красным. Вот, давайте его обозначим вот так вот, векторный потенциал этот. Он не меняется во времени, он постоянный. Ну, вот, говоря о задаче по магнетизму, что из себя представляет магнетизм странного излучения, здесь задача, в общем-то, сложнее. Говоря о взаимодействии странного излучения и магнитного поля, необходимо понимать, что из себя представляет это странное излучение. В настоящее время нет единого мнения или модели для странного излучения. Однако, экспериментаторы, занимающие различными процессами холодного ядерного синтеза, я его так называю, или Лена, взрыв тетановых фольк или проволочек Леонид Рудской плазменный процесс в неких водородных системах, это Анатолий Климов, Анатолий Иванович, так, плазма в водных растворах, Зателепин, Баранов, ну, они пары там используют, Годин, он вообще с водой работает, термические процессы твердотельных никель-водородных систем, это Пархов, Зателепин, Баранов и я тоже, вот, преимущественно сходятся в одном, что протоны, голый вот водород, с электронами и магнитное образование, будь то это магнитный монополий или магнитный кластер в этом процессе, в кристаллической решетке являются определяющими, как для трансплутации атомов, так и для создания странного излучения. Вот о чем сейчас Валерий Николаевич тоже подчеркнул. Ну, в связи с отсказанным, рассмотрим, вот, так сказать, образование кластера из темного водорода в идеальном кристаллическом дефекте двойники или двойниковой границы никель-водородной системы. Ну, модель темного водорода, она вот описана, Баранов-Зателепин, очень хорошо, и действительно, здесь все достаточно понятно. Это при определенных условиях может образоваться вот такой вывернутый атом гелия, как я его называю, но они назвали это темный водород, тоже, как странные излучения, неправильно. Здесь, ну, назвали хорошо, значит, будем использовать это выражение. Электроны, когда они находятся на расстоянии вот такого вот порядка 80 ферми, естественно, они должны вращаться, а если они сильно вращаются, то и сильное магнитное поле здесь должно создаваться. Плюс, что мне нравится, что здесь нейтральное состояние получается, и общий размер его порядка 100 ферми. И ими показано, что темный водород имеет сильное магнитное поле. И в этой же работе, вот, которую они опубликовали, говорится о том, что он должен взаимодействовать с магнитными полями. Не сказано, как, но взаимодействовать должен. И, по-видимому, очень хорошо взаимодействовать. Вот, ну, а что из себя представляет, так сказать, наш процесс? Мы имеем дело не с монокристаллом, а имеем дело вот с поликристаллической структурой. И в данном случае я рассматриваю как идеальный дефект, а вся диффузия, вся диффузия идет преущественно по объемным дефектам. А к объемным дефектам относятся как границы блоков, как двойниковые границы. Ну, можно еще тут малоугловые границы, они, конечно, в меньшей степени, но тоже. Но очень интересно еще было бы посмотреть с эфтектикой. Там вот границы четко выражены, и они очень четко обозначены. Там Нарвакс и Васильевы работают между границами. Вот, и они очень ровные и четкие. Вот, если их там есть 10-7, значит, они 10-7 так и будут эти границы по всему периметру. Ну, это интересно, конечно, но другой вопрос. Ну, в данном случае, что, раз-то у нас диффузия идет по дефектам, и мы рассматриваем здесь двойниковую границу, но двойниковую границу я рассматриваю как энергетическое нарушение. То есть здесь вот энергетическая яма происходит такая. И здесь бы, конечно, надо показать и бор, и натрий, и литий, и алюминий, но преимущественно здесь я рассматриваю только электроны и протоны, которые вот скопились в данной области. И за счет фаномной составляющей, а чем температура выше, тем колебания кристаллической решетки выше, они начинают раскачивать. И постепенно энергия электронов и протонов набирается. И достигаем вот такого-то критического состояния такого, которое я назвал образование мезоатомов, а может быть, это и не мезоатом, но которая способна, вот структура такая вот образовалась энергетическая, очень мощная и маленькая, и может быть, нейтральная, которая способна преодолеть кулоновские барьеры, провести трансформацию, трансмутацию ядра. Вот, и, значит, в данном случае я здесь, конечно, так сказать, очень лихо говорю физикам-ядерщикам, которые говорят, раз у вас в транспортации идет холодный ядерный синтез, и у вас нейтроны. А я говорю, что нейтроны, они есть. Нейтроны, они есть, но они, попадая вот в эту разогретую область, энергетически разогретую область, не живут 14 минут, а сразу распадаются. Ну, в принципе, мне нужен вот только энергетический протон, чтобы захватить вот эту вот область, создать первый только темный водород. А вот эти, они уже в магнитное поле здесь сработают, они заквантуются. И если их порядка здесь тысяча штук, то это будет какой-то маленький, так сказать, кластер, и может, и будет, конечно, иметь меньше энергии. А если их здесь 10 тысяч, 100 тысяч, миллион, то это длинный кластер, и он будет, конечно, обладать совершенно другой энергией. Вот, но если бы мы исследования проводили в советское время, то можно было бы, наверное, создать вот такую вот, так сказать, разогретую плазму из электронов и протонов, и запустить сюда нейтроны, и посмотреть, а сколько он будет жить в этой плазме. Я не исключаю, что, возможно, что я и прав. Вот, ну, это же, у нас денег нет, поэтому, так сказать, мы здесь нищие. Вот, и поэтому только можно предполагать. А может быть, здесь и энергетический протон вылетает. И Рынки, в общем-то, видела это дело и наблюдала. Но, может быть, она наблюдала и странное излучение, и поняла вот это за протон. Тут вопросы есть, конечно. Ну, ладно, давайте примем вот это вот, как говорится, и будем дальше рассматривать. И вот здесь я показываю, если это маленькое содержание здесь темного водорода в этом кластере, то он может и в нашем твердом детекторе создать только вот такой кратер, прожечь и всю энергию израсходовать. А если это большое состояние, то в зависимости от того, под каким углом он выходит из кристаллической решетки, в наш, так сказать, детектор, вот он может образовывать и вот такие гусеницы, и лыжи длинные, которые, в общем-то, раньше не обращали на них внимания. А вот изучение более четкое показало, что это тот же самый кратер, трек, только он совершенно прямой. Это может быть образование вот таких вот кругов. Вот сейчас я могу, собственно, показать вот такое вот образование. Вот я модельку такую сделал. То есть вот она как змейка может за хвостом лететь и создавать какие-то вещи. А может просто с вращения войти и начинать резвиться. А может просто пойти, если энергия у меня достаточно большая. Ну ладно, оставим. Но здесь мне хотелось бы подчеркнуть то, что вот делая доклад в 14 апреля прошлого года по полепортному составляющему, было установлено, что если вот этот вот даже 10-6 кластер входит в шарик термопары 1 мм, то его энергия, плотность энергии здесь колоссальная просто. 10-20, там 8-й, наверное, или 7-й, там можно, по-моему, даже 30-й, какой-то 3-й плотность. Вот это вот, потому что маленький очень размер. А вот на уровне 1 мм она составляет порядка 10-4-10-5 джоуля. То есть, в общем-то, не очень высокая. Ну и необходимо ответить, что вот состоящий кластер из такого большого числа вот таких магнитиков, порядка миллиона штук, при движении в кристаллической среде или в воздушной среде не может иметь строго направленных линий, вот этих силовых линий по всей длине кластера странного излучения. То есть, он вот как змейка. Он как змейка начинает работать. Вот он, хоть и обладает таким вот, с такой плотностью сильного магнитного поля. И тем более, если бы мы запускали его в вакууме, но мы работаем в воздушной среде, в кристаллической среде, в кристаллах, там, так сказать, свои потенциалы, в воздушной среде это порядка 10-19. У нас молекул здесь, и он тоже их чувствует. Как это происходит по всей длине, как это происходит в массивных постоянных магнитах или соленоидах. Включили соленоид. Если у нас токи не меняются, у нас постоянное магнитное поле идет. Поменяли его, так сказать, и векторный потенциал поменялся, что было и установлено. Вот, и силовое магнитное поле тоже поменялось. И в рассматриваемом крацеве должна присутствовать прецессия магнитного поля по его длине и с вращением, как это показано на рисунке. Вот это, так сказать, магнитное поле. Принимая, что, значит, вот мы наблюдаем такую прецессию собственного магнитного поля, то векторный потенциал, вот этот АК, такого поля, становится меняющимся во времени. Он зависит от времени. То есть в один, в одно время он как общий, вот можно его характеризовать таким, в другое время он может охарактеризоваться другим направлением, как вектор. И тогда вот схема векторного потенциала, зависящего от времени, странного излучения, изменяющийся во время при его движении, будет выглядеть вот следующим образом. То есть в одной единице времени он вот такой, в другой он может быть таким, в третьей он может быть таким. Ну, в общем-то, и вот можно остановиться и на этом. А после рассмотрения действия постоянного магнитного поля, в котором векторный потенциал постоянен во времени, и магнитного поля странного излучения, где вот этот векторный потенциал еще меняется, еще непредсказуемая функция времени, становится очевидным, почему странное излучение всегда должно быть выброшено из области, где работает векторный потенциал постоянного магнитного поля. Учтем, что по сделанным оценкам энергия постоянного магнитного поля на порядок или два порядка выше энергии магнитного поля у соединенного кластера. Причем выброс происходит в хаотичном направлении и зависит от сложения векторов, векторных потенциалов постоянного магнитного поля и векторного потенциала в данный момент времени, как и будет показано, в общем-то, на следующем слайде. Вот построим векторный потенциал постоянного магнитного поля. Он не меняется. А вот здесь у нас вылетает вот с таким направлением, так сказать, вектора, векторного потенциала, Это наш кластер. И тогда вот суммарный, так сказать, вектор какой-то будет такой. Или же вот в этот момент времени, как вот здесь и показано, он будет такой. Ну, это вот НТ. Именно таким образом в представленной модели объясняется взаимодействие странного излучения с постоянным магнитным полем. Ну, конечно, это, в общем-то, модель гипотезы. Но, по-видимому, вот эта вот гипотеза, ну, по-видимому, вот векторное представление ее, оно, в общем-то, заслуживает внимания и справедливо как для кластеров темного водорода, так и для магнитного монополия Лошака или другого представления о странном излучении, которое будет отвечать, но которое только будет отвечать эксперименту. Ну, и вот здесь можно сделать какие выводы. Первое. Это показано, что странное излучение своеобразно взаимодействует с постоянным магнитным полем и силовые линии постоянного поля под углом выталкивают странное излучение от тела постоянного магнита. Странное излучение проходит через магнит с магнитным полем? Не проходит. Странное излучение не проходит через магнит с постоянным, с магнитным полем, даже вот 4,5 мили Тесла. И даже сквозь магнит виниловую пленку. Ну, о чем я сейчас скажу. 0,18 мили Тесла. Чуть вот позже скажу. Второе. Сделана попытка объяснить взаимодействие странного излучения с постоянным магнитным полем. Основанное на взаимодействии не меняющегося во времени векторного потенциала постоянного поля и изменяющегося во времени векторного потенциала странного излучения. Показано, что хаотичные изменения во времени векторного потенциала странного излучения приводят к хаотичному разбросу, то есть выбросу странного излучения по периметру магнитных, что соответствует экспериментальным данным. Ну и третье из представленной работы следует, что постоянное магнитное поле и даже магнит-вириловая пленка, по-видимому, может служить защитой от странного излучения. Ну вот был еще эксперимент, просто я его не внес туда, потому что он немножко другого плана. Когда вот эти ферритовые магниты были сложены вот таким образом, внутри был помещен контейнер, и все это дело закрыто виниловой пленкой. Ну и поставлен CD-диск для детектирования. А что же получится? В результате, и вот мне даже понравилось, что образовалась вот такая вот щелка, которая показала, что эффекты есть. Если бы вообще ничего не было, то, может быть, заподозрить было, что процесс не прошел. Процесс прошел, защищает даже вот такая вот. И, по-видимому, магнитное поле может защитить от странного излучения. Но вот еще один интересный эксперимент о проникающей способности через сосновую доску 20 миллиметров. То есть вот здесь показано, сейчас я приведу, вот здесь показана схемка. Это опять чашка Петри, в нее подложен контейнер, на нее поставлена досочка сосновая, и на нее накладывался CD-диск, наш детектор вердотельный. И время выдержки достаточно большое было, вот порядка 200 часов. И вот видите, совершенно чистый диск. И только в одном месте мы наблюдаем скопление вот этого странного излучения. Но при анализе вот этой, так сказать, мишени, деревяшки, вот, обнаружилось, что здесь была нарушена структура вот дерева, а именно вот сучок был. Нарушение вот такого структуры уже привело. Ну вот, а теперь новые эксперименты, очень интересные эксперименты действия странного излучения. При проведении процесса по наблюдению треков странного излучения в телевизионной камере Вильсона, на внутренней плоскости вот этой металлической крышки, вот этой металлической крышки, реактор, извините. Реактор помещался у нас всегда в серединку этой камеры. Крышка раскручивалась, помещался туда и проводился вот процесс там. И с магнитными полями, и с безмагнитными полями, но в основном с магнитными полями были проведены. Со временем проявилась вот такая вот картина. Вот такие точечки на крышке появились. Хотя крышка, в общем-то, не ржавеет, но она металлическая, то есть она вот притягивается магнитом. Вот. Ну, вот это действительно. Ну, вот и обнаружились следы от действия странного излучения. Это бесспорно, так сказать, вот треки, вы сейчас их увидите. И такие некие, так и некие артефакты. Образование в виде кругов с градиентом света. Вот видите, что, да, и металлическое, так сказать, взаимодействие есть с странным излучением в виде треков. И вот образовались вот такие вот круги. Попытка механически, так сказать, как-то их отполировать и снять, что это ржавчина. Нет, это не ржавчина. Механически они не снимаются. Вот такие образования. Вот такие вот образования. Вот видим наш трек. Вот они треки. А вот они круги. Еще здесь вот, как правило, так сказать, сердцевинка есть. И потом вот такого цвета расхождения. Что это, пока непонятно. А здесь вот даже образование идет такого плана. Что вот проходит трек. Вот здесь вот такое-то, так сказать, еще взаимодействие. Вот оно. Вот эти круги образовались. Вот. При большом увеличении. Ну, чтобы, так сказать, понять действия это странного излучения. Или, так сказать, какие-то другие побочные эффекты. Была взята новая крышка совершенно, которая не работала в реакторе. И эксперимент был построен следующим образом. Вот эту вот вещь я сейчас поясню. Вот. Следующим образом. Значит, крышка, вот, ставился сначала реактор наш, который работает, но уже гораздо медленнее, чем раньше работал. Все-таки радиоактивность падает. Его в скобочках радиоактивность. Ну, по закону радиоактивность как бы работает. Вот. А над ним устанавливался CD-диск. И вот что получается. Ну, давайте сейчас пока остановимся без, так сказать, что я себе представляла крышка. Вот то место, которое выделено черным квадратиком, это механические повреждения. Дело в том, что было перебрено много крышек, и они все, в общем-то, имели какие-то вот такие царапинки. Хоть в каком-то месте, но они были. А в основном вся область была вот такого чистого плана. И вот что получилось через месяц, так сказать, детектирования экспозиции. Вот мы видим трек. И вот уже образование, некое образование, которое похоже на то образование, которое наблюдалось и в той крышке. Раньше этого не было. Ну, это вот при большом увеличении трек. Это вот опять-таки большое увеличение вот этой вещи. Это уже другие такие вот, так сказать, и треки тут, и образование вот эти вот. Молодь, ты вот на этом рисунке поясни, пожалуйста, что вот эти черточки многочисленные, это исходная структура вот этой твоей металлической крышки, которую женщины используют для изготовления, значит, вот маринованных огурцов и помидоров. А ты говоришь именно про особые дополнительные, а вот черточки постоянные, заполняющие все поле, это стандартная структура этого, стандартная структура этой крышки. Вот поясни, пожалуйста. Да, ну вот я здесь вот показал, что вот царапины, они вот, я много крышек достаточно перебрал и вот выбрал самую, так сказать, неповрежденную. Видно, какие-то механические повреждения там все равно вот при изготовлении этой крышки или я не знаю там, когда это происходит. Вот, ну вот выбрал самую, так сказать, неповрежденную крышку и все равно она имела вот механические вот такие вот повреждения, вот они, вот они. Но они вот только в этой области были. Ты меня не понял, ты меня не понял. Я говорю, на рисунке все заполнено такими линиями. Это стандартная структура покрытого лаком или там еще чем-то этой крышки. Вот это, поясни, что это не треки. Это не треки. Ну так ты этого не сказал, в чем все дело. Ну это структура вот проката самого металла. Да, 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 вот об этом надо сказать. Да, структура вот это не треки, это структура проката самого металла, из которого изготовлена крышка. И вот она вот таким равномерным все время слоем при большом увеличении наблюдается и, так сказать, равномерность. Вот единственная, я говорю, вот механическая вот эта вот часть только была. Но она сильно отличается и видно, что это вот наш трек. И вот образование... Это у меня жанейка или алюминий? Из чего крышка? Металл. Ну не знаю, состав не знаю. Состав не знаю, это надо исследовать. Евгений, это крышка, которой женщины закатывают банки с помидорами. Это металлическая крышка. Это никакой не алюминий. Ну, на магнит я ее пробую, а она магнитится, то есть металл. Но он не ржанее. Ну, это эпоксидка, значит, тогда они все покрыты эпоксидкой. Ну, нет, это не эпоксидка. Эпоксидки здесь нет. Вот эпоксидки здесь нет. Это вот чистая, так сказать, металлическая вот такая структура проката. Металлическая структура проката. Я могу эту крышку и показать вам, и дать даже для исследований. Но для того, чтобы исследовать, сейчас надо опять-таки деньги. А мы представляем, что такое крышка. Катаем, в общем-то. Это не катать. Это не катающая крышка. Это крышка, которая вот в этой камере. Вот она. В этой камере. Вот она. Она не катается. Она имеет резьбу. Здесь такая второпластовая прокладка стоит. И она закручивается. Это не то, что вы катаете в огурцах. Ну, прокат, вот эта фольга, которая прокатывает, она такая же точно. Ну, да. Это следы волков могут быть вполне на дрессировочном стане. Так что вот такие вот вещи интересные не появляются. И видно, что их взаимодействие, в общем-то, есть с металлом. Не все проходит через кристаллические решетки, как было в начале, так сказать, определено. Так что вот новые какие-то данные. А вот что у нас с треками на CD-диске, которые я показывал, что он сверху у нас был. А на CD-диске вот прошел и образовало, странное излучение прошло и образовало вот такой трек уже на поликарбонате. То есть прохождение, оно совершенно спокойно присутствует. Вот такие треки в поликарбонате обнаружены. За крышкой. То есть он может взаимодействовать как с металлом частично, так и вот с поликарбонатом, проходя металлические предметы. И вот интересно, вот эти вот точки. Их, в общем-то, не было. Это, по-видимому, уже, так сказать, что-то прошло. Так что чуть-чуть, так сказать, какое-то взаимодействие было этого странного излучения, но оно прошло дальше. За уже наш детектор. Ну, вот они. Ну, а это вот работа контейнера после двух с половиной лет. Просто проверка. Да, что треки есть. Вот они, треки. И вот достаточно интересная треки, как будто здесь кристаллизация-то произошла поликарбоната, хотя он не кристаллизуется. Закристаллизовать его практически невозможно. Ну, вот и заканчивать хочу тем, что хочу, так сказать, сказать свои воззрения по этому природу поводу. Никогда не возвышайся над природой, ибо ты сын ее, изучай ее всеми возможными методами, почувствуй, что она любит, и работай под нее, а не над ней. Вот это мне не нравится выражение. А я могу. Ты можешь только когда, когда ты все изучил, и когда у тебя, так сказать, теория прогнозирует, так сказать, эксперимент следующий. Вот тогда природа воздаст все сполна. Ну, и можно здесь такой пример привести. Да, тот же самый пример, вот с которым мы работали. Валерий Николаевич говорил об этом. Дело в том, что первые лазеры, которые сделал при комнатной температуре железарферов, твердотельные, полупроводниковые, они работали 3-5 минут. И сначала не могли понять, в чем дело. Но теория написана была таким образом, что в ПН-переходе не должно быть ни одного дефекта кристаллической решетки. Вот как написана теория, так и должно быть. И вот над этим мы работали 15 лет, для того, чтобы создать вот такие вот условия, когда нет ни одного дефекта, не попадало в этот ПН-переход. А ПН-переход там это, 2 микрона, а сейчас, наверное, и вообще 0,5 микрона. Вот. И они стали работать порядка 12 лет. Вот эту теорию я понимаю, так сказать. Ну, и на этом хочу сказать спасибо за внимание. Валерий Николаевич, что, мы вышли уже, что ли? Алло. Да-да, я, извините, я отключил микрофон, чтобы тебе не нужно, и говорю, а понял, что никто меня не слышит. Спасибо Владимиру Александровичу за доклад. Вот здесь уже есть у нас две руки. Друзья, не стесняйтесь, это не теоретический в основном, хотя он эту теорию, но это в основном эксперимент, суть которого, ну вот, как магнит влияет на следы от странного излучения, неизвестного излучения. Пожалуйста, ваши вопросы. Евгений Егоров, ваш вопрос, пожалуйста. Владимир Александрович, вот вы не пробовали посмотреть кратность вот этих вот ваших кругляшков, да, размером, кратность размером доменов металла. То есть, вот, насколько я понял, там, ну, есть методы полировки металла, и мы видим, так сказать, домены, из которых они состоят, там они четко границы проявляются. Хотя здесь вот, если это крышки были, то они, так сказать, прошли через дрессировку, и вот эти вот полосы, это как раз следы от волков стана, на котором, так сказать, дрессируются. Вот, но все равно, если их отполировать, то там будет видно, так сказать, доменную структуру. И вот по логике вещей даже вот с вашего подхода должна быть кратность вот этих вот кружков вот этим основным базовым доменом. Вот есть смысл, на мой взгляд, посмотреть. Да, есть смысл посмотреть вообще еще больше. А меня что, не видно? Ну, ты убери свою презентацию, тогда будет тебя видно. А, понятно. Сейчас уберу. Давайте остановим презентацию. Так, хорошо. Вы знаете, я бы даже больше сказал, что надо проводить исследование как самой крышки, так сказать, ее химанализ, ее поверхностное состояние, так и более локально исследовать те образования, которые там произошли. То есть это, так сказать, есть для этого инструменты. Есть электронная микроскопия, которая может позволить это сделать. Есть много чего. Понимаете, ну, по поводу полировки, вы здесь и правы в том, что действительно, если отполировать до степени там 14 класса, вот, то проявится структура. А может быть, еще и лучше протравить. Сделать селективное отравление. У металлургов-то это все отработано. То есть надо в какую-то лабораторию выйти металлургического уклона. Там в МИСИП какой-нибудь, я уж не знаю. Спасибо. Все-таки вот вопрос Егорова, как я его понимал, и ответ не прозвучал какого-то ясного ответа. Вопрос Егорова был такой. Вот этих... Исследований не было. Какой может быть ответ? Евгений, Евгений, вы уже закончили свой вопрос. Я ваш вопрос комментирую. Он важный. Он важный. Он важный. Вот вы просто опять сейчас запутаете все дело. Я более четко хочу сказать. Егоров сказал, что, возможно, вот эти круги, как он их назвал, кратеры, по сути дела, на вот этой металлической крышке, и это есть проявление структуры самого металла. Вот, Володь, вот что ты на это скажешь? Что это не структура металла. Как ты докажешь, что это не структура металла, а это именно странное излучение? Не совсем так. Я говорю о другом. Я говорю о том, что это странное излучение должно взаимодействовать с градиентами, которые присутствуют на границах. Спасибо за поправку. Хорошая поправка. Володь, прокомментируй. Это твои как раз границы. Он про твои границы говорит, по сути дела. Да это не границы. Дело в том, что это, коли мы наблюдаем это визуально, значит, это порядка, ну, я даже размеры снимал, так сказать, от 300 микрон до 150 микрон. Вот такие вот. А все эти домены, они измеряются порядка одного микрона. Вот ответ получен. Хороший ответ. Володь, вот сейчас ответ нормальный. Молодец, спасибо. Спасибо, спасибо Егору за вопрос. Никитин Анатолий Ильич задает вопрос. Да, пожалуйста. Владимир Александрович, у меня два вопроса. Первый вопрос у меня такой. Значит, недели, ну, наверное, месяц назад был на нашем семинаре доклад Влада Жигалова. И он показал, что странное излучение не проходит даже через алюминиевую фольгу. Нельзя ли объяснить ваши результаты экранировки магнитом прохождения треков частиц просто поглощением в металле, потому что толщина металла намного больше, чем фольга? Нет, дело в том, что... Анатолий Ильич, я из фольгой делал эксперименты, которые Влад выдает за какое-то чудо. Проходят совершенно спокойно. У меня есть результаты, я могу сейчас даже, наверное, их показать и найти. Я делал, вырезал, так сказать, вот такой сегмент из фольги, вот из пищевой, ставил на поликарбонат вот этот вот сегментик и смотрел. А потом, так сказать, анализировал. Распределение было совершенно одинаковым. То есть это... Я показал даже, что странное излучение проходит 0,4 миллиметра. Вы видели. Один слой порядка 0,1 миллиметр, даже там порядка 10 микрон, да, 10 микрон. А второй 0,4 миллиметра. У меня корпус был сделан из вот такой фольги. Значит, вы обвиняете Влада, что он, значит, сделал неправильные выводы, неправильные эксперименты, и вы... Тогда, если вы строили свой стадьер, вы были обязаны сделать... Я не обвиняю его, я просто... Дайте мне сказать еще, что он ошибается, а вы правы. Вы так уже утверждаете, да? Вы против Влада? Вы сейчас достаиваете на этом, да? Я Влада не очень понимаю, когда он говорит... А я вас не понимаю. Анатолий Викторович... То, что вы сегодня говорили, вот я еще скажу, что я вас совершенно не понял. Простите. Да не надо прощения просить. Ну, не понял. Второе, значит, вы не можете ответить. Второй вопрос у меня. Как я не могу ответить, когда я вам показал? Я вам не верю. Вам не верю, потому что вы, на самом деле, взяли, поставили экран, который не проходит. Причем не просто сжигал. Многие люди делали и обнаружили, что есть поглощение. Не проходит. А вы все опровергаете совершенно, так сказать, безосновательно. Так люди себя не ведут в научном обществе. Анатолий Викторович... Это доказывать и упоминать всех, что что-то делал, и показать, кто ошибается, кто нет, кто прав. Причем не так вот, формулами, а понормально. Ну, это, так сказать, я упреждаю в своем выступлении. Анатолий Викторович, я сейчас войду опять в эту самую, в свою презентацию. Не надо мне презентации. И покажу вам реально... Не надо мне презентации. Я просто вам элементарный вопрос задал. Вам-то не надо, вам-то не надо, а мне надо ответить на ваш вопрос. Вот в чем дело. Вот я показываю эксперимент, который я провел. Вот, пожалуйста, крышка, металлическая крышка. Давайте я ее сейчас, так сказать, покажу побольше. Ой, спасибо за внимание, понятно. Ну, здесь недалеко. Сейчас мы пролистаем. Вот она, металлическая крышка. Не надо, вернитесь к тому, где вы магниты ставили. Мне, я тот вопрос задаю. Мне эта крышка ваша не нужна. А я вам говорю, и даже здесь вот. Не надо, когда вам что-то задают вопрос, отвечайте на вопрос, а не затуванивайте. Даже здесь вот, видите? Не надо мне это. Я это знаю, обычные треки. У Жигалова они получаются на любом материале. Вот у вас на металле получились. На металле получились. То, что у него как раз более объемные. А вот он трек, который прошел. А вот он трек, который прошел через металл. Что вам здесь непонятно? Где он прошел? Я не вижу ничего здесь. Пустой у вас буквы какие-то нарисованы. Это что, треки буквы? Да рядышком вот трек. Это я не знаю, это ваша царапина. Вот он трек. Ну, конечно, царапина. То же самое, как академик этот самый говорил у Русскоева. А это что, не трек? А это что, не трек? Ну, что вы говорите, Анатолий Ильич? Ну, не надо злиться. Я говорю, что... Надо быть добрее, как говорится. Пришел на добрее. Мы перед природой отвечаем. Все наши там исцелки. Эксперимент должен быть очень победит. Анатолий Ильич, давайте без согласовствования. Вопрос был задан. Ответ был дан. Можно, Володя, и вот, Анатолий... Да я сейчас покажу. Володя, 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 ты ответил? Хорошо, ответ меня не удовлетворил. Нет, вот видите, Пусыч. Вот они. Нет, вот экран, вы поставили экрану, у вас ничего не проходит. Володя, 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 ты его не убедишь. Анатолий Ильич, я хочу сказать, что, понимаете, когда один... Володя, помолчи, пожалуйста. Помолчи, пожалуйста, не реагируешь. Слушайте, вот смотрите, я многократно с этим сталкивался. Вы говорите о немного разных вещах. Вот, Анатолий и Владимир. Дело в том, что у этого излучения масса параметров, и в том числе есть такой параметр, ну, его я назову энергия. И мы знаем, мы знаем по нашим экспериментам, что треки образуются, когда очень-очень энергичные вот эта частица, а кратеры образуются, когда эта частица большая и очень большая, и когда ее энергия не очень большая. Так вот, возможно, Влад Джигалов говорит о соотношении между размером и энергией одного какого-то уровня, одного класса, а Чижов говорит о другом, о соотношении, когда размер не очень большой, и поэтому проникает, а энергии довольно большие. То есть немножко разные параметры, поэтому и то, и другое может быть. Этой противоречий здесь нет. Толя, у тебя есть еще вопрос? Еще вопрос, комментарий. Неправда, Джигалов ничего этого не говорил, потому что это вы только что выдумали. Второй мой вопрос. А я не про Джигалов, я говорю про себя. Нет, вы сказали, что Джигалов смотрел другой сорт частиц и так далее. Да, да, но он этого не понимает, он смотрел другой сорт. Я не знаю, я его читал внимательно, ничего этого нет. Второй мой вопрос. Значит, если вы работали с влиянием магнитного поля на что-то, то почему вы взяли ферриты очень слабым магнитным полем, когда существует, скажем, неодемовый магнит, где индукции магнитного поля в 500 раз больше? Эффект должен будет быть тоже. Почему вы выбрали просто какие-то железяки, которые вообще и магнитами назвать нельзя? Ну вот даже железяки срабатывают, даже винил, пленка сработала. Нет, она работает как экран, а вот как изменение, значит, вы рассчитывали, значит, параметры это ваши частицы, как она должна себя вести в магнитном поле, имеет она магнитный заряд, не имеет. Все это прочитали и посмотрели, что должно было получиться и что вы получили, вы это делали? Анатолий Ильич, сейчас идет о модели, так сказать, взаимодействия. Как объяснить, что хаотично распределены вот такие вот вещи? Вот они, вот видите, хаотично распределены. Конечно, так сказать... Причем за магнитное поле хаотично, я не понимаю. Я посчитал энергию магнитного поля, посчитал и показал вам, что 10 минус 3 у меня создают джоули, магнитное поле моих магнитов, где у меня... Володь, если говорить о движении частиц, надо говорить о кинетике, а не об энергии, то есть должна быть скорость, импульс и так далее. Какой механизм взаимодействия вашей частицы с магнитным полем? Магнитный монополь по силовой линии. Если это заряженная частица, то это по силе Лоренса она искривляется. Какой у вас механизм? А у меня механизм как раз нейтральная частица. Так она не должна взаимодействовать с магнитным полем. Она взаимодействует с магнитным полем. Ну хорошо, а то у меня лежит... Я вам показал модель. Ну, Володь, у меня вот, например, сейчас лежит деревяшка, зубочистка. Я подошел магнит, вот у меня рядом, она почему-то не реагирует, не поднимается магнитом. Анатолий Ильич, два магнита взаимодействуют или не взаимодействуют? Ответьте на вопрос. Два магнитика взаимодействуют? Причем два, нет, я говорю вот сама... А это при том, потому что это частица магнитная, магнитная. Почему он говорит, что она не магнитная? Нет, он этого не сказал. Он сказал, что она электрически нейтральная. Внимательнее слушайте, пожалуйста. А магнитная именно... Какой магнит? Это диполь или монополь? Что это такое? Это диполь, конечно. Не надо приписывать чего-то. Внимательнее слушайте, пожалуйста. Толь, ты задал вопрос. Ну, хорошо. Диполи идут, значит, по градиенту магнитного поля. Как они должны были у вас двигаться? Как у вас градиент магнитного поля ваше? Вы должны все посчитать, а посмотри, сошло с расчетами или нет. Не писать нам на всякий там вектор потенциала. Это выступление, Толь. Ты выступишь. Я скажу, да. Ты вопрос задал. Вопрос задал. Я на два вопроса ответа не получил. Спасибо. Все, выключайте меня. Да, хорошо, понятно. Но выступить, Толь, ты сможешь выступить потом попозже. Я скажу, да. Да. Володь, Володь, я следующему хочу дать. Андрош, glad to see you. I hope you could put your question in Russian because Владимир can't talk in English. Please in Russian. You could do that. I know. Да, я задам вопрос по-русски. Мне было очень интересно видеть кристаллизацию поликарбоната. У меня два вопроса. Первый, что я хорошо понимаю, что у вас был трек как лепешка, и в этом треке была кристаллизация. Это хорошо я понял ваш снимок и объяснение? Это похоже на кристаллизацию. Володь, включи, включи, у тебя же презентация включена. Пролистай до этого, это в конце в самом. Пролистай до этого. Он спрашивает, он правильно ли понял, что там произошла кристаллизация? Ты размер вот этой частицы, скажи о размере. Ты про размер ничего не сказал. А вот этот размер, он порядка, наверное, 10 микрон. Порядка 10 микрон. Ну вот и расскажи, Андрош спрашивает, что это такое? Расскажи. Ну, это вот зафиксировано такое состояние от взаимодействия со странным излучением. И очень похоже, что здесь произошла кристаллизация. Но почему это произошло, я ответить не могу. Адрош, адрош. Спасибо. Ответ получил на этот вопрос. Это значит, выглядит как трек-лепешка. Я хорошо понимаю. Второй вопрос. В прошлом выступлении вы показывали эти треки в камере Вилсона. И мне там казалось, что в магнитном поле трек как парабола вверх и вниз. Но я это так помню. И мне тогда казалось, что это может быть магнитный заряд, так как трек выглядит как парабола. Это правильно или неправильно, чтобы там в камере Вилсона есть треки как парабола между магнитными? Вы обратили внимание на то, как трек уже сформирован. А вот когда только начало его, он совершенно прямой трек. Как стрела. Прямой как стрела. А это уже трек, который уже распадался, так сказать, он уже образовался и летел как конвекция. Конвективный. Понятно. Значит, там вы никакой параболи. Он как стрела. Ага, понятно. Спасибо. Андрош, нет вопросов. Ты положил все ваши вопросы? Да, это все. Спасибо. Спасибо, Андрош, за вопросы. Там, Андрош, есть один интересный момент, который ты, скорее всего, не обратил внимания. Выступление было. Я в своем комментарии об этом немножко скажу. Игорь Буйлин задает свой вопрос. Игорь, включите микрофон, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Сейчас слышим. Все здорово, да. У меня несколько вопросов. Вот, значит, если вы говорите, что это магнитные частицы, да? Ну, тогда они же... Добрый день. Я сейчас на семинаре. Я тебя приведу, пожалуйста. Можно говорить, да? Да, да. То есть, это частицы темного водорода, называйте. Нет, это... Игорь, это одна из моделей. Это частицы неизвестного излучения с какими-то пока не очень ясными свойствами. Ну, вот они вроде как магнитные, да? Они, скорее всего, магнитные, да. Они, так или иначе, должны лететь на эти самые магниты, да, к какому-то из них прилипать. Вот. Ну, и, соответственно, там они с ним даже как взаимодействуют таким вот образом. И вот вопрос первый такой. А вы сами магниты не исследовали? Там не оставалось? На ферритовых вот этих магнитах? Супер вопрос. Володя, отвечай давай. Вопрос супер классный. Да, на ферритовых магнитах там поверхность очень шероховатая и не видно было. Да? Там было взаимодействие. Я изучал это. Я смотрел это. А ты их пулернул? Ну, я не обнаружил. Вот если я на крышке, так сказать, металлической обнаружил вот эти треки, то там я не обнаружил этих треков. И я же показал, Игорь, что вот они, так сказать. Меня самого удивила данная ситуация. Данная ситуация удивила. Где они, эксперименты у меня? Что когда я проводил вот этот эксперимент, просто, так сказать, посмотреть, как работает, так сказать, странное излучение с магнитом, вот первый эксперимент, он показал, в общем, обычное такое состояние, когда вот, так сказать, распределение какое-то было. Ну, вот какие-то лепешки вот здесь вот. Володь, вопрос был относительно ферритов, относительно следов на ферритах. Ты ответил? На ферритах нет, я не видел. Не видел. Ответ получен. Игорь, следующий вопрос. Там продолжение было, Валер, продолжение было вопроса. Продолжение вопроса было. А вот следующий эксперимент показал, что нету этого взаимодействия, нет прохождения. А вот куда-то они в сторону ушли, вот здесь скол был магнитный. И, по-видимому, магнитные силовые линии здесь, при сколе, вы сами знаете, они вот так все искажаются. А вот здесь вот пятно было. Меня это удивило. А куда делось странное излучение? То ли оно в магнит ушло, то ли где оно? Поэтому и поставлен вот следующий эксперимент, вот когда все было закрыто. И что мы получили? А получили вот такое вот, что они все ушли вот в сторону. Они в сторону ушли. И вот это меня удивило тоже и волновало. И я долго думал над этим, как это объяснить. И пришло к такому выводу, которому я рассказал сегодня, по этой модели. То есть у вас получается, что поле плоскопараллельное, да, а оно отклоняет их в сторону, как будто это заряженный чистится, да, и уводит ее. Да, оно распределяется хаотично. Если бы это был какой-то определенный заряд, оно бы летело по определенному заряду. До магнитов не долетает, получается, да? Да, 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 да. Ну вот же я показываю. Вот оно, вот все. Вот оно. Я понял. Здесь и здесь хаотично распределено. Ну как этому не верить? А второе... Он верит. Вопрос был все-таки о магните. Игорь, следующий вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Там вот у вас деревяшка был эксперимент. Вот. И единственное место, где прострелило эти библейские, вы говорите, там, где сучок. Но известно, что где сучок, я не знаю, какое там дерево, конечно, у вас было, там дерево намного плотнее, да? То есть получается какая-то странная вещь, что там... Там сосна была. Вот, тем более сосна. Значит, там, где неплотное дерево, значит, излучение не прошло, а где плотное сучок, оно прошло. Это неудивительно, нет? Да не сучок оно прошло. А вот давайте посмотрим. Куда оно прошло? Вот вы, наверное, там сейчас закройте, закройте вот эту всю демонстрацию и увидите, что вот оно вот так вот даже прошло-то. Вы сказали, что там сучок был в этом месте. Да, по границам прошло. А, по границам. Понятно. Еще один вопрос. А вот когда вы измеряли, скажем, в камере Вильсона, вы не меряли случайно, или может в каких-то других вещах, альфа-излучения? Нет, конечно. Не наблюдалось? Конечно. У меня нет просто инструмента такого. А, конечно. Спасибо. Спасибо Игорю за вопросы. Но мы смотрели, что излучение есть. Валерий Николаевич, когда приезжал, и с Барановым они делали анализ установки. И на 425 кэп, да? Да, да, да. Было излучение. Гамма-излучение, Игорь. Гамма-излучение регистрировали. Интенсивное гамма-излучение. Ну, не интенсивное, высокое энергетичное гамма-излучение, которого, фон которого ничтожный. А у него около установки довольно заметный сигнал на 400 примерно кэп. Спасибо. Валерий, мы еще альфа-источник туда клали. И альфа-частицы мы видели на этой камере. А в камере, да. В самой камере. Мы же видели это. И эти альфа-частицы давали треки намного более слабые по сравнению с тем, что вот он наблюдал. То есть это что-то... Вопрос Бойлина был, генерируется ли там альфа или нет. Вот вопрос Бойлина был. Своё альфа. Не внешнее, а своё. Да, да. Своё альфа. А своё? Нет. Да, про своё, которое генерируется этим источником, вот этим контейнером. И ответ такой, что нет. Ну, мы, по крайней мере... Да и вообще альфа, оно никуда не проходит. Его сложно регистрировать. Спасибо Бойлину за вопрос. Вот МРК, я вот не знаю, кто это такой. Вы себя назовите, пожалуйста, потому что мы вот эти вот сокращения не приветствуем. В следующий раз как-то себя... Валерий Николаевич, прошу прощения, это Кащенко Михаил Петрович. А, Михаил Петрович, да. Пожалуйста, вопрос. МРК, значит, у меня два таких вопроса. Ну, первый вопрос. Вот, Владимир Александрович, ну, во-первых, мне интересно было, я не слышал до этого, хоть вы и говорили, но и просто не получалось посмотреть ваши предыдущие. Но я посмотрю, конечно, найду. Вот первый вопрос такой. Когда вы говорите о энергии, ну, там, 50 ТЭФ или 1 ТЭФ, вы имеете в виду, если я правильно понимаю, вот посмотрели эту полую часть, допустим, когда у вас спиральный такой канал возник, который, вы говорите, заполняется воздухом, и вы оценили просто-напросто, взяв, так сказать, энергию плавления, да, в этом объеме, ну, так сказать, через теплоемкость, и посчитав, что влетающая ваша, ну, так будем говорить, ваш объект странного излучения, неизвестного излучения, что вот его начальная энергия, это и есть вот эти 50 ТЭФ. Я правильно понимаю? Да, для того, чтобы расплавить вот это, да, вы правильно понимаете, и я немножко по-другому еще считал. Дело в том, что там в интерферационном свете очень хорошо видно, что идет такая некая вспученность, вот, я потом просчитал вот эту вспученность, как плавление, не только, так сказать, пробивание вот самой дырки, а как вот эту вспученность, потому что она, в общем-то, расплавлена была, вот, и действительно это так, да. Понятно. Тогда, ну, то есть я правильно вас понял. Да, правильно. Ну, свою трактовку я не буду сейчас говорить, скажу там выступление. Значит, это интересный результат. Теперь второй вопрос. Вот я здесь, может быть, чуть-чуть отвлекся и повторю, я так краем уже понял, что вроде был ответ. Значит, когда вы рассматривали два диска, которые располагались внутри магнита, да, вы видели треки, затем вы пару дисков вынесли наружу за... И когда вы их вынесли наружу, то на них треков не видели, да? Так вот, когда вы треки не видели, вот здесь я прошу прощения, может быть, я повторяю вопрос. У вас следов на самих ферритах не осталось, да? Нет, не осталось. То есть никаких следов не было? Нет, никаких следов не было. Ага. Ну, хорошо, спасибо. Все, я понял. Спасибо, Кащенко, за вопросы. Все-таки, Михаил, в следующий раз по-русски напишите себя. Вы же русский человек. Пишите по-русски, да? Ну, или так, россиянин. Россиянин, по крайней мере. Это я первый раз. Да, ну, да, мы... Это компьютерная система, так сокращать как-то. Мы все, как вы видите, мы все тут имена, фамилии написаны. Спасибо за вопросы. Анатолий Иванович Климов задает, так? Да, Татьяна. Володь, ну, я с удовольствием послушал, что новое там произошло в твоих измерениях. В общем, ну, так, по честности говоря, не так много, как хотелось бы, конечно, так сказать. Но, тем не менее, у меня вопрос по существу. Вот, посмотри. Вот, ну, ты берешь какой-то там источник, будем говорить, конвертик. Для нас это конвертик, который не понять чего завернут. Это не понять чего, оно, значит, должно быть, характеризоваться, ну, чем-то. Ты же должен сказать, что у меня вот после эксперимента с нагревом прошло там сколько-то времени, и вот я беру через столько времени хотя бы это, значит, вот, значит, вот это вот киветы, и, значит, параметром будет время, так сказать, вот через неделю взял, через месяц взял. А еще лучше, если бы вам померить, чего там действительно произошло. Ну, полетели, вот летят треки, а при этом внутри-то там, так сказать, и понятно, что сам, так сказать, источником вот этих частиц является что-то, что происходит внутри вот твоего пакетика. Правильно? Так вот, казалось бы, ну, чего, какие-то там идут, основа-то завязана не в этих частицах, а в тех реакциях, которые там происходят. Мы же туда вглубь пытаемся пройти, что рождает их. Не только, что это такое, но что рождает их. Так вот, казалось бы, ну, нужно, как ты говоришь, правильно, значит, делать этот вот рентгенно-структурный, там, флуоресцентный анализ по химическому составу, каждый раз контролировать. Ну, хотя бы, сколько там водорода осталось. Ну, неужели ты не можешь сказать, сколько там осталось водорода в твоем этом мешочке? Ну, что-то ж мы должны знать для того, чтобы, так сказать, вот, ну, значит, как-то вот связать твои результаты. Поэтому вот, ну, по сути дела, вопрос остается в моем там, вот, в том, что я сказал. Значит, вот, какие шильдики ты ставил, паспортные, так сказать, вот по ходу дела, чтобы сказать там, вот первое, значит, вот, ну, вот я провел эксперимент в таких условиях. Ты ничего не говорил об условиях эксперимента. Второе. Ну, казалось бы, нормальный физик должен, у тебя же там вот эта камера предусматривает, можно делать там, не одну ставить, а две крышки, там, даже, по-моему, четыре там я насчитал. Вот, если поставить вот эти крышки, так сказать, вот, все вот эти вот хозяйственные крышки, в конце концов, так сказать, ну, что, других нет, что ли? Хозяйственные крышки поставить туда, грязные эти крышки, которые непонятно, что там есть на этих крышках. Ну, неужели нельзя вот все-таки сделать это вот с какими-то контрольными экспериментами, чтобы было дублирование? То есть, почему ты делал только с одним, с одной крышкой и утверждаешь, что это есть следствие странного излучения? То есть, вот, как связываешь ты странное излучение с теми вот какими-то, ну, новыми следами, которые мы видели сегодня на презентации? Ну, я с тобой совершенно согласен. Дело в том, что для того, чтобы провести исследование, ты сам знаешь, в чем мы, так сказать, сейчас нуждаемся. Сейчас обратись даже куда-то, чего-то, и сразу, так сказать, тебе счет выставляют. Вот. Дело в том, что вот в то советское время, вот, у меня очень масса было возможностей поисследовать. Чего? Тем более, на опытном заводе у нас была такая аппаратура, которая сейчас просто, так сказать, гниет. Масс спектральный, пожалуйста. Там, так сказать, точная какая-то колорометрия, пожалуйста. Флюоресценция, пожалуйста. Хроматография, пожалуйста. Где это все? Нет у этого ничего. Сейчас я как раз и ставлю этот вопрос. Я веду переписку сейчас с Миноборнауки для того, чтобы они выделили хотя бы какое-то финансирование для проведения этих работ. Все то, что вы видите, это я сделал за свои, так сказать, собственные деньги. Больше мне, так сказать, семья не позволяет. Володя, ответ получен. Вопрос Анатолия Ивановича был такой, по поводу американского финансирования, а у нас финансирование кухонное, поэтому такой результат. Толя, еще есть вопросы? Он мне ответил, все-таки, когда ставятся там две крышки, следы, так сказать, на двух крышках или на одной только, так сказать, это, может быть, дефекты были самой крышки? Да нет, нет, нет. На крышке совершенно чистые ставились, а здесь это просто контрольная была, выбрана контрольная крышка была, которая совершенно четко контролировалась, поставлена, и вот мы видим, так сказать, вот такие вот вещи. Ну вот на ней были небольшие царапины, а в основном она была вот такой структурой. А потом вот через месяц вот образование треков мы видим, о которых, наверное, Жигалов тоже говорил. Вот, пожалуйста, треки, они есть. Этот трек не прошел, но за крышкой стоял еще CD-диск, а здесь треки тоже есть. То есть он проходит и оставляет следы в поликарбонате, пожалуйста. Вот, поэтому здесь... Ну ты хотя бы сейчас, Володь, скажи, вот это вот поликарбонат, он состоял за вот эта металлическая крышка, совпадает вот эти следы на крышке и на поликарбонате. Ну вот полное у меня, вот, я в какой-то пространстве, так сказать, то ли это в другом месте стояло, то ли. Ну вот я же показываю, вот, закрой себе, так сказать, показ, и ты увидишь. Вот я все рассказал об эксперименте. Вот стоял реактор, накрыт был крышкой вот этой вот, а над ней стоял CD-диск. И я показываю результаты, что и здесь у нас образовались треки на крышке, и на CD-диске тоже есть треки, то есть которые проходят странные излучения. Ну они совпадают по месту, но я ж могу. Конечно нет, конечно нет. Ну тогда это разные природы, разные, так сказать, ну что там, тогда не надо показывать этот CD-диск, это совсем другой там. Оно только затаманивает все. Вот если бы ты показал, что вот смотрите, трек у меня на крышке, и в этом же месте на CD-диске, вот мы бы тут рассуждали, вот это да, прошло. Вот это бы я сказал, Толь, ты подтасовкой занимаешься, не может такого быть, чтобы у тебя и на CD-диске, и на крышке был один и тот же трек. Ну вот, Володь, я только что... Он у тебя израсходовал свою энергию, все, а следующее у тебя еще в другом месте. Володь, ну все-таки вот в следующий раз аккуратнее делай доклады, чтобы было условие эксперимента, как можно, вот тебя останавливал, Валерий Николаевич, как можно тщательнее был показан, что нет, они не совпадают, да, так сказать, не... И не могут совпадать, если они будут совпадать, я тебе не поверю, Толь. Да, вот мы ставили одну крышку, а две не удалось поставить, не сделал я этот эксперимент. Ну скажи честно, как было, так и не. А зачем я буду две-то ставить, когда мне с одной надо разобраться? Ну, если на одно есть, а на второй нет, то это значит вообще фигня какая-то. Анатолий Иванович, не совсем ты прав, извини, значит, был вопрос, ставил, что не совпадают треки, ответ получен. Толь, еще есть вопросы? Значит, ну, последний я задавал уже, задал вопрос, просто Володя не ответил, значит, ну, все-таки как-то контролировалось, вот, ну, ты вот выдержку здесь пишешь на некоторых слайдах, сколько стоял эксперимент, а вот через сколько времени ты проводил эти эксперименты с реактором своим, вот, вытащил его, он отработал, может быть, год назад, ну, ты этого же не сказал. Ну как, он об этом, Толя, он два с половиной года прошел, он же об этом все время говорит, два с половиной года. Ну так вот сейчас, по-моему, первый раз мы услышали, что эксперименты новые проводились через два с половиной года. Ну, это надо было застрить. Никто, вот спроси сейчас, спроси сейчас любого, кто, кто это понял, что... Толя, Атоль, вот прочитай, прочитай, выключи эту самую телевизионную камеру и прочитай. Контроль работы реактора через два с половиной года написано здесь. Все, Володь, спасибо. Ну, вот это говорит только о том, что, вот, Володя Чижок, вот я тебя все время на это ориентировал, что нужно очень тщательно такие самые ключевые вещи тщательно проговаривать. Спасибо Анатолию Ивановичу. Спасибо. Я зачитал прям контроль. Володь, Володь, все, давай, давай не будем рефлексировать. Анатолий Иванович задал вопрос, получил простой вопрос, получил простой ответ. Спасибо. Вот Савинков Геннадий, мы рады еще раз, я скажу, его видеть. Он из Киева с нами говорит. Геннадий, пожалуйста, ваш вопрос. Владимир Иванович, спасибо за интересный доклад. Вы зацепили там основное, но вот хотелось бы задать такой вопрос. Вот у вас получились треки точечные, взрывного, там кратеры и параллельные плоскости там либо диска, либо там крышки. Как вы считаете, а в чем разница? А делая разница в энергетике. То есть? Я бы говорила в том, что треки, если они образуются достаточно длинные, то они имеют и другую энергетику. Не, ну вот как они там долетают, поворачивают, разворачиваются вдоль плоскости. Почему? Это совершенно хаотично происходит. Дело в том, что вот, хотя вот эта плотность магнитного поля очень высокая. Вы видите, даже на металле он чертит. Если мы не об этом, алло, алло, я именно об этом, я именно об этом говорю. А вот магнитное поле у него, общее магнитное поле, оно достаточно слабое. Вот расстояние мы чуть уходим, от этого центра этого странного излучения, вот этого кластера странного излучения, оно достаточно слабое. И он уже начинает взаимодействовать вот как белиарный шар, так сказать. Вот как... Я немножко не о том. Я хотел спросить, почему в одном случае у вас кратеры точечные, а в другом случае у вас параллельно в плоскости диска следы. Как вы думаете? А я именно об этом. Вот вы меня послушайте внимательно. Вот если у вас маленький кратер, вот такой вот маленький... А вот этот твой рисунок, вот этот твой рисунок, даже я не понимаю. А уж люди его не понимают и подавно. Вот я могу объяснить, Валер. Давай, давай. Я за всех расписываюсь. Понимаю. Валер, извини. Вот дай я скажу. Ну хорошо. Если из малого количества темного водорода вот этот кластер состоит, то он имеет и маленькую энергетику. И значит, он может только прожечь и истратить всю свою энергию на прожигании вот этого кратера. А если он вот захватил вот такое количество, там 10 шестой, 10 шестой, восьмой этих, так сказать, темного водорода образовал, то он может создать и 200 терраэлектрон-вольт энергию. И отсюда у него и прохождение совсем другое. Ну как я еще могу объяснить? Хорошо. А вверх движений у него почему параллельный? Если у него больше энергии, он мог бы и прожечь насквозь, наверное. Мог. Он параллельный. Мог. Не, но почему пошел параллельный? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Володя на него не ответит. Это, Геннадий, это скорее всего дело... Валера, я отвечу на него. Я отвечу на него. Что такое аморженная среда? Вы знаете, что это замороженная жидкость? И у него есть только первые порядки, а дальнего порядка у него нету. А я вам сейчас покажу, о чем мы долго... Сейчас я покажу вам, так сказать, и поясню. У меня есть пояснение к этому делу. Вот такой вот у меня запасной вариант есть. Давайте я вам покажу. Вот у вас, пожалуйста, да, вот прохождение. Я делаю вот такой вот макет. вот цепочка из магнитиков, вот таких вот длинных магнитиков. И представляем, что это у нас вот кластер темного водорода. И это есть вот то странное излучение, которое у нас двигается. Да? Аморженной средой в данном случае у нас является снег. это вот наш поликарбонат. И вот теперь посмотрим, что из этого получилось. Вот такая вот, казалось бы, дырочка небольшая отверстие. А вот теперь посмотрим, как же он сформировался, когда он влетел в такую аморфную среду. А как он вот теперь выглядит при попадании первая совершенно нетронутая. Как мы видим, вот они, как были, связка магнитиков, шариков, так они и есть. Он пробивает, а потом начинается торможение. А за счет магнитов, магнитной составляющей происходит скручивание. и образование вот такого уже комплекса идет. Это уже как поршень работает. Для того, чтобы сосать в воздух вот такой поршень, он начинает работать энергетически. Что здесь непонятного? Нет, но я бы присоединился к вопросу Анатолия Ивановича. Вернее, к мысли Анатолия Ивановича. Он сказал, что нужно знать, что же оттуда вылетает, какие реакции там идут. То есть, если у вас вылетает частичка, которая имеет большую кинетическую энергию, она вам делает кратер точечный. Если вылетает частичка, которая имеет возбужденная частичка, которая имеет небольшую кинетическую энергию, но большую внутреннюю, она спокойненько, медленно, скоростью близкой к нулевой, подлетает к поверхности, и вот здесь начинает движение в сторону, вдоль плоскости. Реакции холодного ядерного синтеза именно характеризуются тем, что они могут идти при скоростях близких к нулевым, в отличие от тех классических ядерных реакций, кинетических. Поэтому и получаются вот такие параллельные следы. Идет разгрузка энергии, вот эти частицы, вдоль плоскости. Вы видите, что она сначала толстая, а потом она заостряется, чем все меньше и меньше. А потом она и просто покидает поверхность. Или взаимодействует с новой частичкой. Вы видели резкие повороты. Вот дошла и резко повернула. Взаимодействовала с другой частичкой, пошла обратно вдоль. А потом она взяла и покинула. Вот суть странного излучения. Так что у нас получается вылетает? Что является продуктом этих реакций холодного ядерного синтеза? Ну я вам только сейчас сказал и рассказывал о том, что я рассматриваю модель из темного водорода. Из кластера темного водорода. И вот если вы сейчас уберете, если вы сейчас уберете вот эту вот всю, так сказать, гамму, которую мы видим друг другу, а оставите только вот, где говорит Чижов или вы говорите, то вы, я сейчас вам покажу, что я сомневался, а что же это может быть за частица. Я взял и, так сказать, посчитал протон. С какой скоростью он должен лететь, чтобы создать вот такую вот энергию. И у меня получилось, что он должен лететь со скоростью вот такой вот, на три порядка выше скорости света. И даже вот это вот, релятивистский коэффициент, я еще раз повторю, он не объясняет ничего. Потому что протон, частичка, вот эта частичка, о которой вы говорите, частичка, извините, о которой вы говорите, это не частичка, это кластер, который может и распасться вот здесь вот, если я с большой энергией. Ну вот, Савинков называет вот это, ты называешь кластером, а он называет частицей. Частицей, это вы просто разные термины для одного и того же применяете. Частица, так она может быть и ядром? Геннадий, она не может быть ядром, ядро не оставит такие огромные следы, это микронный размер, это невозможно. Либо с большой скоростью, либо с маленькой. Пять микрон, вот пять микрон, вот это вот. Ну, Руцкоев считает, не считает, а он, ну, он сказал, что, Леонид даже сказал, говорит, Володя, я не уверен, что со скоростью там порядка 50 километров в час она двигается, эта вещь. Я не уверен, вот так. Так, Геннадий, Володь, значит, Геннадий задал, Геннадий, еще Ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Наверное, пока все. Спасибо. Выступите, Геннадий, сможете еще выступить. Спасибо Геннадию Савинкову за вопрос. Валентин Шароносов, пожалуйста, Ваш вопрос. У меня два простых вопроса. Первое, значит, с точки зрения экономии, проведения экспериментов в России, можно было бы геннадийски использовать. Это дорого, мы сейчас студенты занимаются, но просто есть поликарбонат, монолит. Вы не пробовали на нем делать? Первый вопрос. Дело в том, что я вижу и на стекле это дело, и на поликарбонате я вижу. Дело в том, что у меня из поликарбоната была стенка стояла. Я на ней тоже вижу такие же вещи. Ну, там подешевле за квадратный метр, то есть берут и разные толщины есть. Ну, здесь меня, так сказать, мне больше интересует все-таки четкость поверхности. На CD-дисках она очень ярко выражена, и когда я в интерферационном свете наблюдал все это дело, мне это только помогало. Хорошо. Второй вопрос. Делайте определенные выводы. Второй вопрос. Есть электроиды, есть такие интересные. Кроме магнитного поля, можно еще электроиды использовать и посмотреть, как электрическое поле будет влиять? Если бы электроиды были, то в магнитном поле я бы не видел четко треков, которые я наблюдаю в виде стрелы. То есть электроиды вы не используете для эксперимента и электрические поля? Да, и сразу говорю, что это не соответствует той действительности, о которой вот видно, что треки в дефтерной кавере видятся. Ну, то есть эксперименты не проводили. Они очень хорошо показывают, так сказать. Это один из инструментов ядерщика. Валентин, Валентин, вот вы не понимаете его ответ. Он отвечает вам, что если бы эта частица имела электрический заряд, а с электретами взаимодействуют электрические заряженные частицы, то есть электрическое поле должно быть, то если бы это было так, то он бы видел, вот Чижов бы видел в магнитном поле, в камере Вильсона, видел бы такие вот круговые следы магнитного поля. И он этого не видит. Я понял. И третий вопрос. Все-таки, может, это не деполи, а может, это как раз Си, это спиновые замеры, на самом деле? Это квадруполи? Спиновые замеры чего? Спиновые замеры из электронов, протонов, метронов. Неважно, я там сбросил ссылку Першина, красавица. Они занимаются изучением спиновых замеров как раз. Я вам же говорил, что у меня есть две книги по сверхпроводимости. И спаривание куперских пар на тысячу, так сказать, ангстрим – это глупость. Это не куперские пары, это совершенно другое. Вы о разных вещах говорите. Володь, Володь, ну, Широносов, он, это его, так сказать, конек, эти спиновые замеры. Валентин, Володь, Володя, подожди. Валентин, ведь Чижов, тут вот этот самый Черепанов вот пишет. Дело в том, что Чижов говорит, что эта частица неизвестного излучения есть кластер из огромного количества, например, темных водородов. Например, миллион темных водородов собрались в кучу, слепились вот в такой, причем он его в виде змейки такой, представляете, он не в виде клубка, а в виде такого вытянутого кластера, он представляет. Наверное, это справедливо. Так там вот этих ваших изомеров миллион штук, понимаете? Поэтому говорить о том, что это диполь – глупое дело. Там этих диполей миллион штук, понимаете? Я беру про пару частиц, а он говорит о миллионе частиц. Вот только так можно как-то понимать, о чем там идет речь. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо, Широносову, за вопросы. Друзья, значит, у нас начинается дискуссия, не дискуссия, а комментарии. Вот уже начали поднимать руки. Первый поднял Анатолий Иванович Кремов. Толя, пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну, я хотел два слова сказать, значит, по поводу, вот, все-таки выступления, которым, ну, я с интересом послушал, вот, что нового было сделано у Чужого Владимира Александровича. Значит, ну, безусловно, есть интересные вещи, и вот новые треки там, значит, новые, вот, он действительно уже классифицировал, какие-то там лепешки появились. Все это, значит, требует детального изучения. И, значит, он сам сказал, признался, обратите внимание, что было бы интересно, так сказать, вот, и многие бы вопросы снялись, если бы мы сделали анализ химический вот этих вот следов, значит, которые вот, ну, на этих вот дисках, на металле остаются. Все-таки вопрос мой, действительно, с самого начала, который я задал, если это продукты холодного синтеза, когда происходит трансмутация элементов, то, значит, либо там появляется этот вот странное излучение, которое является катализатором или там рождает, так сказать, и продолжает, так сказать, вот этот холодный синтез. Тогда на поликарбонате мы увидим чего? Ну, совершенно новый элемент, значит, потому что она производила и в реакторе, так сказать, значит, вот эти вот реакции холодного синтеза, и здесь продолжает, так сказать, основа в них, изучайте только их там, значит, вот, казалось бы. Значит, но с другой стороны, значит, ну, это, может быть, продукты, которые, значит, ну, вот в условиях, значит, как вот сейчас в публикациях японцев и американцев, значит, уже обнаружено с помощью инфракрасных скоростных камер. Это некие очаги в реакторе локальные, в которых происходит вот именно в этих вот точках горячих происходит, так сказать, собственно, сама реакция, она идет не по всему образцу, а в некоторых, так сказать, очагах. Значит, вот, и вот то, что Цветков сейчас предоставил всем последний, уже суперпоследний, значит, вот исследование японцев, которые происходили на днях, буквально на той неделе, но опять подчеркивает на то, что, значит, вот это странное излучение рождается, как ни странно у них, так сказать, они видят, ну, будем говорить, не странно, а вообще излучение вот из этих горячих зон сопровождается как с одной стороны образца, так и с тыльной. Казалось бы, если бы это было, значит, совсем уж локально, то, ну, это противоречит экспериментальным факторам. Они видят излучение как в одну сторону, значит, пластины, так и с обратной стороны этой пластины. Они нисколько не отмечались по интенсивности. Это ставит в стопор, так сказать, в объяснении вот этих горячих точек. Поэтому я о чем говорю, что, значит, вот все-таки, значит, химический анализ вот этих вот треков, он, наверное, очень важен. Это первый мой вот вывод. И, ну, Володь, я тебе советую все-таки, значит, если нужны деньги, ну, вот мы с Захаровым уже нашли место, ну, у нас делается, ну, две тысячи образец стоит, так сказать, ну, каждый из нас в состоянии сделать такой анализ, так сказать, подать. Ну, так просто, конечно, ничего сейчас не сделаешь, но две тысячи – это не те деньги, которые надо просить у правительства, согласись. То есть, такие места есть, я готов тебе помочь, пожалуйста. Обращусь, обращусь, что ли, это не те деньги. Приходи, и люди очень грамотные, они, так сказать, высокого класса. Это же надо быть не просто там аналитиком, а надо, чтобы был огромный опыт. Значит, а эти люди, ну, действительно супер. Вот, это первое. Второе, вот смотри, значит, ну, важный момент, который, ну, ты не слышишь в упор, и никто не слышит. И Валерия Николаевич не слышит, и слышать не хотят никто. Вот это меня больше всего, так сказать, волнует. Как-то в стороне от нас идут, идет эффект Оширенко. О нем тысячи человек слышали. Значит, на него выделили диплом на открытие. Значит, казалось бы, ну, вот к нашему-то уж вопросу, ну, давайте посмотрим, есть мостик или нет. Нет, ведь там же вот эти треки, вот таких же размеров, микронного типа, в листах брони, вот эти частицы, просто полевые частицы, которые были наложены, значит, вот на мишень, на этот вот броню. Значит, значит, ведь до сих пор ведутся эти исследования, и очень интересные исследования по эффекту Оширенко в Беларуси. Вы прекрасно знаете, что там основная сейчас школа, значит, для чего все это делалось? Ну, это заказчиками-то были военные заказчики. Как сделать, чтобы проникало в танк хоть какое-то, так сказать, воздействие? Пускай это будут полевые частицы, но они могут поразить там живую силу. Значит, ну и действительно, представьте, вот, так сказать, насыпают на мишень вот эту наноразмерную, лучше всего, пыль, очень-очень мелкомасштабную. Сверху бьют бойком, и все, казалось бы, проще простого. Тут ни нагрева, ни водорода, ни никеля нет. И вот транспортные свойства этой пыли, так сказать, но оказались слабо изучены наноразмерные. Они вот оставляют трассирующий такой след внутри образца, можно делать шлифы. И последние измерения, вот они-то как раз сделали химический анализ. Там идет трансмутация, там точно обнаружено. Последние можете посмотреть. Вот я хочу Чистолинова, чтобы он сделал обзорный доклад. Никто же не хочет заниматься вещами, которые нам ближе всего. Значит, вот, трансмутация в следах этих частиц наблюдается. И более того, в кавернах замкнутых, которые там имеются, нарабатывается громадная концентрация радона. То есть радон образуется, понимаете? Значит, ну давайте посмотрим, что общего между тем, что, Володь, ты смотришь, и в том, что дает обычная пылинка. Пускай она маленькая, но она возбуждена с помощью удара. А это не просто маленькая частица. Она, так сказать, разогнана, имеет скорость, но небольшую, там пускай километр в секунду, не больше километра в секунду. Значит, ну понятно, что вот в микронных размерах частица не проникает. Она только уплотняется на поверхности металла в микронном слое. Она больше, чем микрон толщины вот этого мишени не проходит. А вот субмикронный и наноразмерный почему-то проходит. Вот до сих пор объяснение эффекта у Ширенко не, ребят. И до сих пор они исследуют активно. И до сих пор полно у них там, значит, вот публикаций, которые, ну, я вам советую. И я сам буду изучать их внимательнейшим образом. Вот, собственно, суть моего излучения. Где мостик между одним и другим? Спасибо Анатолию Ивановичу. Ну, он связал эффект у Ширенко. И то, что мы наблюдаем в продуктах никель-водородного реактора, ну, это, может быть, это общие какие-то свойства. А может быть, немножко разные вещи. Но, тем не менее, идея интересная. Спасибо Анатолию Ивановичу. Вот, Кащенко, пожалуйста, Михаил Петрович, ваш комментарий. Да, да, да. Ну, прежде всего, результаты, я повторюсь, мне очень интересны. Это первое. Второе. С моей точки зрения, так, есть два момента. Причем самое интересное здесь то, что вот этот носитель, с моей точки зрения, опять же, вполне определенный. Ну, я называл его, так сказать, раньше. Кто хочет посмотреть и лекцию, и мне представляется, ну, на 90% тут все понятно. Так вот, что я хочу сказать. Первое. Высокая проникающая способность, когда это происходит, соответствует незаряженному состоянию. Ну, вот в том носителе, который я, так сказать, ввел, это есть центральная, так сказать, часть ионная, положительно заряженная, и ее охватывает отрицательно заряженное кольцо. То есть этот объект имеет магнитный момент, да, и он нейтрален и компактен, когда вылетает. То есть это не какие-то там миллионы, да вы никогда не обоснуете, чтобы какие-то миллионы цепочек у вас взяли и самопроизвольно вылетели из материала. То есть это совершенная фантазия, так вот, этот компактный объект, вполне себе, ну, вот размеры порядка темного водорода, это частный случай такой, да. Я об этом как раз тоже отмечал это, что это частный случай, вариант возможный, да. Но никакие тут ни миллионы, ни два и ни пять даже. Это вообще единичный объект. Так вот, этот единичный объект, пока он нейтрален, он может вылететь. Никаких там ТЭЛов у него начальных, конечно, нет. Максимум, что это, так сказать, МЭВы, ну, десяток МЭВ может быть, допустим, да, но никаких ТЭЛов, это просто еще одна фантазия. Теперь этот объект, когда он попадает, то есть вот он пока нейтрален, он проникает совершенно спокойно, никаких проблем нет. Но как только он ударился, грубо говоря, о наш материал, так, ну, вот здесь есть тонкости, надо смотреть, как этот материал устроен, как на его поверхности, ну, те же магнитные моменты, вот почему он с ферритом так взаимодействует, а с другим по-другому. Но когда он, по крайней мере, попадает на фотодетектор, да, ну, или тот же карбонат, происходит следующее. Вот это вот кольцо, и я все эти геометрические характеристики, я их просто расписал, разрисовал. Они все есть. Достаточно взглянуть и убедиться, что все то, что наблюдается, не требует никаких громадных количеств. Все определяется одной единственной геометрией. Как будет вот это кольцо себя вести? Здесь уже звучали вопросы, а вот почему полоса, а вот почему кратер? Значит, если это кольцо, а магнитный момент перпендикулярен к плоскости этого электрически заряженного кольца, как только оно оказывается перпендикулярным к поверхности, у вас возникает кратер. Причем в тот момент, когда вылетает центральная часть при соударении, инерционная, наиболее ионная компонента, которая на три порядка имеет большую массу, ну, на два порядка, чем колечко. А вот это колечко, оно начинает сразу же расширяться, и мы получаем десяток микрометров, которые, ну, никак невозможно объяснить, откуда что берется. Значит, объясняется все это очень просто. Теперь, если это колечко, да, а это, как показали эксперименты Жигалова с авторами, так, если оно не перпендикулярно, его плоскость ударяет в поверхность детектора, так, а оказывается имеет компоненту параллельную плоскости скольжения, оно начинает скользить и заметает такую вот прямую линию. Сама эта линия может быть прямой, как тут говорилось, как стрела, может быть, а может быть и в форме бумеранга. Это уже детали, которые связаны с неоднородностями механическими и электрическими, теми же кратерами, предшествующими на этой поверхности. Так вот, значит, не требуется никаких фантазий, никаких миллионов, значит, вот этих вот взаимодействующих магнитиков там и так далее. Один, один, и имеет он вот это вот колечко заряженное, да, как только высвобождается оно от положительного внутреннего, прошу прощения, да, от положительного ионного ядра, оно немедленно расширяется, а дальше все зависит от того, как ориентирована плоскость этого кольца по отношению к поверхности детектора. Ну, она может и крутиться, да, то есть весь зоопарк, в кавычках, наблюдаемых траекторий треков описывается одной единственной моделью, не надо выдумывать 10 моделей. Но только энергии не хватает, энергии вам не хватает, чтобы сделать такую царапину. Вот я как раз и хочу сказать, вот самое интересное по поводу энергии, значит, начальная энергия, ну, если кто-то обратил внимание, я акцент делал, и вот это самое интересное, что в действительности такой объект, он теснейшим образом связан с физическим вакуумом и работает, можно эту гипотезу обсуждать, браковать там и так далее. Значит, но это единственное, на мой взгляд, отнюдь, это еще не доказано, да, это гипотеза, на мой взгляд, вся совокупность объясняется очень просто. Если мы, конечно, допускаем совсем непростую ситуацию, а именно, мы имеем дело с диссипативной структурой, потому что каждые компоненты, пары электронные, они завязаны на физический вакуум, это так называемое контактное взаимодействие в адронной механике, так, и могут вести себя как диссипативные структуры, то есть энергия тратится в определенном диапазоне и пополняется, поэтому спокойно, совершенно, этот объект может двигаться, проплавлять, локально он имеет энергию, никакие не ТЭВы, еще раз подчеркиваю, из-за того, что он утилизирует энергию вакуума, и это самое интересное, поскольку мы имеем дело с объектом, способным... А почему тогда колечко в физическом вакууме? Оно неустойчивое. И еще раз... Это еще непросто, потому что колечки не получаются в сложных конфигурациях. Нет. Они только на теоретическом... Грубо говоря, на бумажке получаются. А на самом деле у вас вся. Это змейка, какая-то еще штука. Это не колечко. Это змейка... Вот это не змейка, это зам... Это восьмерка или что-нибудь такое. Нет, это не колечко. Если вам хочется говорить о змейке, то это замкнутая змейка и замкнутая в колечко именно. Так вот... Таких полимеры, именно ваши колечки, только их может быть порядка миллиона. Вы не очень это понимаете. Вы в вакууме работаете, а вакуум для вас это, как вы говорите его, физический вакуум. А вы даже не представляете, что такое вакуум. И что такое колечко в вакууме? Значит, еще раз... Все это непросто. Это просто на бумаге. Ну, я же... Я вам еще раз говорю, что это гипотеза, да, которую надо... Гипотезы тогда не надо. Володь Бычков, ну дай ему сказать. Я не хочу, чтобы каждый раз говорили гипотезы. И гипотезы были бы таким голосом сказаны, что вот это единственное, и другого не может быть. Да почему же? А потому что есть полимеры, о которых вы не знаете. А полимеры это все это гидрокармонаты и все это такое. И когда ударяется какая-то частица в это, она может его сделать подвижным. Подвижным именно цепочкой, которая будет сама двигаться, как рептировать, как змея. Да сама цепочка у вас не сможет никогда вылететь. Не надо здесь фантазии выдумывать. Ничего подобного. Вы не занимались этими всяческими вещами. Сколько у вас пульверизаторов есть, которые вылетают в цепочке, вылетают эти сети. Да при чем тут пульверизаторы? Потому что вы не видите. Потому что в эксперименте возникает воздействие на то, что вы вырастаете. Я прошу прощения. Вы выскажитесь потом, ладно? Я хочу сказать, чтобы вы не говорили каждый раз одну. Это все очень просто. Второй раз очень просто. А на самом деле у вас набор разных гипотез. Значит, еще раз говорю, разных гипотез у меня нет. Молодь, Зателепин, все-таки давайте время будем ограничивать выступление. Все-таки рекламу, собственно, давайте в другом месте будем делать. Ну, да. У меня просьба. Хорошо. Вот уступили два предложения. Заканчивайте, пожалуйста. Я завершаю свои, так сказать, выступления. Пожалуйста, ради Бога. Значит, мысль. Все варианты, которые наблюдаются, траекторий, треков, могут быть описаны в рамках одной схемы. Ну, и самое интересное, это то, что мы, вот этот энергетический масштаб этот, он локально связан не с громадными энергиями, а вот с вполне конкретным диапазоном энергии. Все. Больше мне, так сказать, ничего не хочу. Остальное написано. Мы никогда не сделают вам такую траекторию, такую царапину, понимаете? Анатолий Иванович, Анатолий Иванович, Кащенко высказал свою мысль. У него есть здравое зерно. Я укажу попозже, в чем оно состоит. Его, может быть, не совсем поняли. Он слишком усложнил, а кое-что здравое есть. Спасибо, Михаил Петрович. Пожалуйста, Егоров, Владивосток, Женя, задавайте ваш комментарий. Спасибо большое за замечательный, так сказать, экспериментальный материал. Во-первых. Ну, хочу обратить внимание, что вот и здесь горячее выступление Владимира Львовича, оно сводится к тому, что все мы пытаемся оперировать точечными моделями. Причем, так сказать, сугубо линейными. А вот это, на мой взгляд, к природным процессам имеет слабое отношение. Вот поэтому, на мой взгляд, нужно как-то расширить геометрические подходы. И, ну, самое простое, что напрашивается, это включение торообразных компонентов в, так сказать, процессы. И они, в соответствии, совершенно верным замечанием Владимира Львовича, они, торы, я имею в виду, являются устойчивыми. И вот здесь вот, на мой взгляд, апелляция к поливекторного потенциала, значит, оно очень обосновано. А из поливекторного потенциала вот здесь вот формулы связаны только с вариацией поливекторного потенциала по пространству. Но ведь есть еще и вариация по времени. А вариация по времени дает, так сказать, нам все электрическое поле. И вот это вот смешение, оно очень хорошо и очень конструктивно оказывается. Потому что, если внимательно посчитать энергетику синусоидального процесса, то там появляется некий избыток энергии или неучтенная энергия, которую, естественно, запаковать в как раз торообразную структуру векторного потенциала, обращаю внимание. И тогда, так сказать, у нас сразу появляется возможность существования замкнутого на себя магнитного поля. Ну, а здесь, так сказать, вот был у нас доклад Баурова, который показал, что, в общем-то, поливекторного потенциала, оно пронизывает Вселенную и регистрируется экспериментально. Правда, там у него использовались достаточно сложные установки. А я свел это все, так сказать, к кухонному комбайну практически. И вот здесь еще одно, так сказать, очень ценное возникает следствие. Поля уже вот этих вот частиц, которые имеют торообразную компоненту, во-первых, они снимают, так сказать, вопрос о гигантской дисперсии электромагнитного излучения. То, что вот эта перекачка торообразная компонента векторного потенциала, которая содержит магнитное поле, замкнутое на себя, и которая может быть очень большим. Поэтому там 50 терраэлектрон вольт это мелочи. И вот оно раскрывается на градиентах. Поэтому, естественно, когда вот эти вот частицы странного излучения идут между практически границами, которые представляют из себя ярко выраженные градиенты, и каналируются вот в этом вот пространстве. И, ну, здесь возникает, так сказать, неудобство, с которым мы не привыкли сталкиваться, поскольку возникает возможность вариации не только пространственных компонентов или чистого пространства, но и, так сказать, компонент, связанных со временем. А это уже, так сказать, такая биологическая и достаточно консервативная индивидуальная, так сказать, характеристика и физики, и как следствие бытия. Вот где-то так вот, то есть в этом направлении. И учет, конечно, нелинейности, они там практически учитываются автоматически. Вот, еще раз хочу поблагодарить за прекрасный эксперимент. Спасибо Евгению Егорову за комментарий. Значит, Анатолий Ильич, Никитин, пожалуйста, комментарий. Ну, к сожалению, так сказать, вот я так, поскольку, если мы не будем, так сказать, говорить по существу и, так сказать, ну, по-дружески, чтобы все-таки что-то исправить, я не присоединяюсь с предыдущим товарищем, который, во-первых, в общем-то, ну, так сказать, не очень, так сказать, правильно говорили, как я считаю, а второе, занимались вместо обсуждения доклада саморекламой. Мне кажется, что потихоньку мы теряем наши традиции, которые мы уже люди старые, и мы выросли в Союзе, и мы знаем, что это такое научный доклад, а что это шоу. К сожалению, буквально сегодня был пример, как наше, так сказать, представление наше собрание превратилось в шоу, когда люди говорят не для того, чтобы понять и обогатиться какими-то истинами, а просто продемонстрировать, что вот я такое-то много-много знаю, вываливается кучу несвязанных вещей, а вы думаете, и вот это так поступать нельзя. Причем для меня очень странно, потому что наше общество, ну, например, то, что я говорю с Валерием Николаевичем, с Анатолием Ивановичем, с Семьми моими друзьями, с Анатолием Ивановичем, то все наши разговоры именно происходят в таком, что мы пытаемся прийти к общему взаимопониманию и отвечаем на те вопросы, которые, скажем, вызывают неудоумение. Мне надо, чтобы эта традиция именно восторжествовала. И вот таких примеров, как сегодня, полтора часа разговора буквально не отчет с привлечением каких-то там непонятных формул, ротор-ротор, вектор потенциал, к которым к делу не относятся, не просят картины. Нельзя. Надо разговаривать не так, чтобы, скажем, понравиться девушке какой-то там замечательной, говоришь такие непонятные вещи, а объяснять так, чтобы тебе мог понять семилетний школь на простом языке. Мне кажется, давайте такую традицию сохранять. Вот теперь претензии к докладу. Структура любого доклада это, например, структура научной статьи, которая заключается в том, что имеется некое видение, где ты рассказываешь о постановке задачи и о том, что сделали для тебя товарищи, как они представляют эту работу. Потом собственное видение этой проблемы, что ты выделяешь главное. Ты строишь собственную модель, пытаешься ее объяснить. Потом ты проводишь опыты, которые проверяешь, которые подтверждают, опровергают твою модель. И дальше, значит, ты уже объясняешь, что вот что-то получилось, что твоя модель работает, какая-то нет. Ничего подобного мы сегодня не видели. Ну, скажем, самая простая вот идея такая. Вдруг выясняется, что странное излучение проходит через железную вот эту крышечку. Как же оно может пройти? И мы совершенно забываем, что вот это открытие о том, что странные частицы могут накапливаться в твердых материалах и проходить через них, было открыто более 20 лет назад. Вспомните эксперименты Ирины Саватимовой, которая производила разряд внутри вакуумной камеры, а частички вылетали наружу. Проходили 3 миллиметра нержавеющей стали. Поэтому, действительно, мы должны к себе быть требовательными и должны быть требовательны и к тем людям, которые нас слушают. Я считаю, что из этих вот сейчас двух с половиной часов, которыми мы сейчас занимаемся, мы примерно вот, ну, час-полтора потратили в пустую. Мы ничего не приобрели. Теперь по поводу саморекламы. Я этой заниматься саморекламой не буду, потому что у меня есть некая модель, о которой я рассказывал и публиковал два года назад. Вы про это все знаете. Вот эта модель объясняет все мельчайшие детали треков. Они не только там оставляют следы, но они еще крутятся, поворачиваются. Есть зеркальные треки, которые многочисленные повторяют один к одному. Наша модель повторяет это один к одному. Я про нее рассказывать не буду по одной простой причине, потому что никто ее не слушает, не упоминает, в том числе и докладчик, которому я в дружеской беседе многократно объяснял, что такое. Посылал ему свои работы, хотя бы в перечне работ, ну, скажем, темный водород, магнитный монополит, можно было в качестве направления и упомянуть и наши работы. Поэтому, честно говоря, мы должны еще говорить о некой такой научной порядочности, которую мы, к сожалению, утратили. Ну, и в качестве примера, значит, где мы сейчас находимся, например, если образно говорить о тех моделях, которые существуют. Первая модель, с которой носились 20 лет о том, что энергия странной частицы находится в кинетической энергии, она опровергалась уже многими людьми, начиная с первых, начиная с русского и так далее. Поэтому повторять это все и опять же говорить, это, так сказать, долбить уже по набитому месту, это неинтересно. Поэтому, значит, качество образного, значит, подхода к этой проблеме можно представить такое. Давайте перенесемся на 500 лет назад. И вот мы где-то там в виде дружинников наша задача, значит, взять крепость, мы подогнали, значит, там сокол, вот бревно на таких раскачках к стене и начинаем долбить эту стену. Долбим, вот эта кинетическая энергия этого бревна бьет, бьет, а нас в это время там смолой поливает и так далее. Не очень приятно. И вдруг мы находим военное решение. Мы, наконец, этого бревна прикручиваем, ну, типа заряда, типа такой, гранат, долбим, значит, стена проваливается. Ура, ура. Здесь есть два подхода. Первый подход, это этот самый заряд разместить на этой самой бревне и потащить ее. Долбим, ловились. Второй подход, мы ночью лазочки в стене зажделли дырочку, положили эту гранату, а потом по этой гранате мы ударили. Значит, первый подход, когда частично имеет этот заряд, несет на себе, это наша модель. Второй подход, когда замурован заряд в стене, когда сам вот этот стран, он малоэнергетический странный этот элемент движется и потом начинает уже делать что-то с веществом, выделяется энергией, это подход, скажем, зателепенно, это подход людей, которые занимаются магнитными монополиями и так далее. Оба подхода, в общем, надо развивать. Ну, а отказаться от того подхода, к которому все ядерчики прилипли и никак не могут отлипнуть, что это клиническая энергия, она приводит в тупик. Пример, это, скажем, работа Фредерикса, который доказал, когда он померил момент этой частицы по отклонению в магнитный фредерикс, это сделал, и, может, было, опять же, нашему докладчику ознакомиться с его работой, он показал, что частички отклоняются, но они отклоняются не по магнитному полю, как магнитный монополь, а перпендикулярному магнитному полю, когда должна заряженность частицы двигаться. В этом обзоре он даже не упомянул, это минус. И дальше приходит вывод, что кинетическая энергия, которую тоже можно померить, ну, таким же методом, как делал докладчик, оказывается, скажем, в 10-6 раз больше, чем момент слетящей частицы, ну, то, что еще Русской вначале обнаружил. И исходя из этого приходит, частичка должна быть тахионом, то есть частичка, которая быстрее скорость в свет. Ну, это, конечно, полная фантазика, мы должны все-таки спуститься в наш реальный мир, искать по тому принципу, по этой аналогии, что я сказал. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Ильичок. Ну, вот, наконец-то прозвучал более-менее такое, привлекались какие-то научные аргументы, хотя и вот этот бревно-сокол можно было бы попроще привести, чтобы объяснить свою мысль. Спасибо, Анатолий Ильичок. Игорь Буйлин, пожалуйста, Игорь. Мне, вот, это я второй доклад слушаю Владимира, мне очень нравится, я очень удивил, что это излучение каким-то образом, правда, я до конца не понял, как взаимодействует с магнитным полем, вот, но я бы что хотел сказать, понимаете, вот, предыдущий докладчик говорил там, что все не научно там как-то и так далее, дело в том, что 20-е века для науки было очень драматично, вот, можно привести такую математическую аналогию, что когда копнули в теорию множеств, а также в логику, открылись такие бездны, которые до сих пор не разрешены, это и континуум, гипотеза, и парадоксы разные возникли, там, парадокс Банахатарского, вот, и всякие парадоксы с аксиматическими теориями, теорема Геоделя и так далее, и так далее, вот, и вообще-то говоря, это что означает? Вообще-то нам никто не гарантирует, что познаваемость этого мира, вот, в том числе и физически, вот, и поэтому в этом смысле, так сказать, ну, почему бы и нет, почему бы и так не рассказывать, выступать о чем-то. Вот, мне лично ясно одно, что проблема, которая, она очень разнообразна и очень тяжела, и, значит, вот, подходы, которые мы видим, скажем, даже в обычной, ну, так, классической, как бы, физике, да, упирается все в проблему ядра, в очень сильные степи. Мы не понимаем, что, почему в ядре протоны с нейтронами создают, вот, если там еще следует теория, этого самого, это умерший, это был Юрий Юрьев, он там разложил, как там они лежат, эти все вот эти вот альфа-частицы там и так далее, так далее, буртаев, буртаев, вот. Мы не понимаем, почему и так, так устроено, почему, значит, за счет чего это происходит. Ну, есть ядерная сила, понятие там, она вроде даже потенциальная, но потенциальная сила слишком примитивная и ясно, что они не могут объяснить все это во многообразии, которое мы наблюдаем, скажем, в хиасе. И поэтому, в общем, пока мы не разгадаем загадку ядра, видимо, мы до конца не очень поймем, что происходит в холодном ядерном синтезе, потому что там и синтез, и распад, видимо, происходит одновременно. А вот почему, за счет чего, ну, непонятно. И поэтому возможны всякие, в том числе, довольно неприятные, может, для физики, теории, может быть, там какое-то информационное поле существует, которое со всем этим следит. И, собственно, то, что мы наблюдаем, вот эти треки, это действие этого поля, может. Это гипотеза тоже. Давайте поближе к теме. Ну, куда вы клоните? Давайте поближе к докладу. Ну, что вы там, информационное поле. Еще туда зайдем. Философия. Я понимаю, что это физика мне нравится. Я думаю, вот что, могу такую идею кинуть. Я не дисплементарь, конечно. Может быть, надо бы, если кто-то, в силах повторить вот эти эксперименты, но тут и вакуум. Может быть, картина изменится, если она будет не такая. В том числе и вот эти треки, может быть, Ну, и попробовать действительно посмотреть, они не оставляют ли они следов на магнитах. Мне кажется, интересно. Ну, собственно, все. Спасибо. Спасибо, Игорь Буйвинов. Спасибо. Ну, вот, Пархомов почему-то видео нет, но зато звук. У меня камера здесь не работает в этом компьютере. Хорошо, Саш, пожалуйста, твой комментарий. Пожалуйста. Ну, уважаемые коллеги, мы с Владом Жигаловым много занимались изучением вот этих, этого так называемого странного излучения, но до сих пор как-то вот и даже не приблизились, а может быть, даже отдалились от понимания, что же это такое. Ну, почему? Потому что это явление удивительно многогранное, и самые разные стороны это явление как-то вот очень трудно увязать одно с другим. Вот, это не только вот огромное разнообразие самих вот этих вот треков. Кстати, вот Анатолий Иванович Климов говорил, что надо изучать элементный состав, но мы делали это. Электронный микроскоп, он позволяет вот определять элементный состав в точке, где он рассматривает объект. но мы ожидали, что действительно там появятся какие-то новые элементы, но вот на удивление нет, нет никаких там, мне не удалось обнаружить каких-то появления существенного количества каких-то новых элементов. Ну, какие еще вот, вот еще важно изучать не только сами треки, а вот как они ведут себя. Ну, вот экранировка, вот здесь возникла дискуссия о том, экранирует алюминий или не экранирует. Он может экранировать фольга, а может и не экранировать. Вот если мы поставим шторку просто между детектором и источником, мы не будем наблюдать экранирование. а если мы поместим детектор в плотно запечатанный конверт, то там треков вообще не возникает никаких. И с другой стороны, вот если мы положим детекторы с каким-то зазором, то появляются треки и на первом диске, и на втором диске. А если мы плотно сожмем диски, то появляются треки только на первом диске, а на втором не появляются. То есть здесь вот не так, чтобы вот летела какая-то частица, а получается так, что вот это вот то, что порождает треки, оно какой-то текучестью обладает, которая может затекать и там производить вот эти явления. Еще одно очень такое важное свойство, которое ставит нас пока в тупик и мешает проведению экспериментов. Это такая очень значительная вариабельность эффекта. То есть вот, казалось бы, все одинаково, ничего не меняется. Один и тот же источник детектора и ставится в одно и то же самое место, все одинаково. Но получается только, что вот мы видим десятки, сотни, даже может иной раз тысячи треков, а в другой раз вообще мы не наблюдаем этих треков, хотя, казалось бы, ничего не не меняется. Ну, вот эти вот такие противоречия, которые очень трудно воедино увязать. Вообще у меня возникает такое впечатление, что на самом деле это не какое-то вот такое излучение, которое выходит из излучателя, допустим, из ядра реактора никель-водородного или или из другого источника. А что там возникает что-то такое, что обладает высокой проникающей способностью, выходит наружу и уже наружу вот это излучение, оно порождает вот то, что образует треки. Вот такие вот пока вот эмпирические сведения, которые вот кто-то, может быть, какой-то гениальный человек сможет объединить, как-то вот соединить воедино и наконец дать объяснению этому явлению. Ну, конечно, что касается докладчика, ну, молодец, он проводит эксперименты, у него есть экспериментальная хорошая база, вот, но единственное, что вот не надо делать такие вот быстрые заключения, надо побольше набрать побольше, значит, разнообразных экспериментов и их надо обдумывать, конечно, смотреть, что у других людей получается, быть, конечно, критичным к самому себе, ну, вот это вот, вот, по-моему, вот все, что я хотел сказать, спасибо. Так, сейчас, можно вопрос тебе, вот, у них же был закрыт контейнер фольгой, и тем не менее, они видели, а ты говоришь, что если закрыть, ничего мы не видим, как согласовать? Ну, значит, недостаточно был закрыт, значит, через щелку просочилось что-то. Спасибо, спасибо, Александру Юрьевичу, вот, и спасибо, спасибо за вопрос, за вопрос дополнительный Климова, могу по этому вопросу сказать, что у нас с Барановым мы ставили CD-диски почти всегда запакованные в полиэтиленовую пленку плотно запакованные и полно-полно следов. Но спасибо, тем не менее, Саша, за комментарий. Так, и... А вот это еще интересно, что у вас с запакованным значит, были, а у нас с запакованными не были. Это тоже было так. Да, конечно, у нас это опубликовано многократно, и у вас опубликовано, и мы это всегда знали и знаем. Вот в этой куче противоречий надо как-то есть. Да, 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 это верно. Значит, Баранов, вот это последний будет, мы уже к трем часам приближаемся, Баранов даст сейчас свой комментарий, и я уже буду завершать. Дим, пожалуйста. У меня небольшое, маленькое дополнение к тем многим знаниям об этих штуках. Почему-то никто не упомянул, что можно инициировать вылет этого неизвестного излучения. Вот, и это я сделал давно, еще 10 лет назад. Это можно сделать с помощью освещения ярким светом того материала, в котором вот оно сидит. Это значит, это было, у меня были это соли висмута, которые были специальным образом обработаны, и в нем что-то такое сидело, что разваливалось и вылетало оттуда. Так вот, этот вылет можно было инициировать ярким светом или альфа-частицами от источника посветишь, и оттуда вылетают кусочки, и они прорвали мне такую маленькую фольгу. А, и такое же еще было с веществом, которое было получено на полигоне, когда стреляли висмутовыми пулями, и потом порошок от удара этой висмутовой puli я закрывал тонкой фольгой, и когда махал этим источником альфа рядом, то оттуда тоже начинало что-то вылетать, прорывало фольгой, это было видно. А вот эксперименты Бибериана, который лазером светил, и у него трансмутации были, ну, тоже история. Вот, наверное, тоже из этой же оперы. Ну, пожалуй, что и все. Больше пока. Спасибо, Баранову, за правильное. Я только могу сказать, что Чизов, он тут, он об этом сегодня не говорил, это у него уже третий доклад или четвертый доклад на эту тему. Он, Дим, он тоже этим занимался, он светил, мы с ним это обсуждали многократно, я ему советовал синюю лампу брать, он ее брал, светил, и ты совершенно прав, количество треков от реактора, который к тому моменту, это было год назад, пролежал полтора года, возрастало многократно, преобладает. Почему же он не сказал об этом ничего? Он не может, понимаешь, он ведет эксперименты уже полтора года, это третий доклад, он не может все повторять, понимаете, он рассчитан на то, что вы хоть что-то помните. Никто ничего не помнит, это такое болото у нас, мы ничего не помним. Да, к сожалению, никто не помнит. Друзья, значит, ну и я тут пару комментариев хочу. Мне это слово дашь? Я тебе дам последнему, дам слово, заключительное. Я тебе дам. Я как один из комментаторов хочу выступить. Я много раз говорил Владимиру Александровичу и говорил о том, что не нужно связывать образование треков с кинетической энергией этой частицы. И говорил, и говорил, и говорил, и говорил, и это падает на какие-то, значит, сухую почву и плоды, эти семена не всходят, к сожалению. По-прежнему идея какого-то кинетического воздействия. Очевидно совершенно. Об этом сегодня уже пару раз говорилось. Говорил Кащенко немного, но косвенным образом, прямым, по сути дела, образом говорил Анатолий Ильич Никизин. И вот, ну у него энергия кулоновская, как обычно. И говорили об этом Баранов с Дателепиным многократно. О том, будет химическая реакция, мы ее называем химия второго порядка, когда вот эта электронная пара, которая внутри сидит, в какой-то частице, вот она обладает возможностью, магнитными силами, подтягивает к себе электрон, и это, по сути дела, исключительно мощный окислитель. Исключительно мощный окислитель, вот это неизвестное излучение. И он к себе присоединяет даже кислород, который, казалось бы, сам является окислителем, но с росток электрону у этого, у этой неизвестной, я не говорю темный водород, о неизвестной, хотя я думаю, что это на базе темного водорода, но называю неизвестным излучением. С росток электрону в тысячи раз больше, чем даже у кислорода. И совершенно правильно сегодня была мысль, тут у кого-то, по-моему, это у Никитина было, что летит маленькая частичка, она пронизывает с огромной скоростью, там, черт знает сколько этих слоев, и вот после того, как она попала в атмосферу воздуха, где кислорода много, который, может быть, не все знают, обладает приличным магнитным моментом, она начинает на себя цеплять этот кислород, и тут вот насмехается и издевается от черепанов, но на самом деле нацепляет огромное количество кислорода, возникает кластер огромного размера, и вот этот кластер, попадая на поверхность, он уже не может внутрь залезть, потому что он большой, поэтому, а возможности у него большие, энергетические, он скользит по поверхности, продолжая собирать вещество химическим образом, с этой поверхностью, по-моему, вот такой подход, он очень и очень был бы справедлив в данном случае. Теперь, значит, относительно, вот сегодня об этом была речь, но как-то как критика шла, а ведь это для меня лично, это одно из самых важных в сегодняшнем докладе Владимира Александровича, он обратил наше внимание на то, что частицы неизвестного излучения, когда около нее находится магнит, она не просто в этот магнит залезает, вот, а она почему-то от него отскакивает и летит потом под произвольным каким-то углом в сторону. Я обращаю ваше внимание на то, что если у нас есть два магнитика, два магнита, один большой, другой маленький, большой магнит, например, это вот эта пластина ферромагнитная, которую Володя использовал в качестве вот этого ширмы, вот этого значит вот экранирующего вещества, это большой магнит, и вот этот неизвестный излучение, это маленький магнит, так вот если два магнитика мы возьмем, то они просто слепятся друг с другом, и на этом все закончится, вот, а Чижов обращает наше внимание, и это очень важно, что вот этот маленький магнитик, подлетел к большому магнитику, он что-то не липнет к нему, а ударяется, и потом улетает куда-то в сторону, вот, что интересно, хотя практически очевидно, что это имеет магнитное свойство, это частица, не электрическое, а магнитное свойство, в первую очередь, вот это тоже очень важно подчеркнуть, теперь вот в самом начале была такая даже дискуссия, я немножко об этом сказал, опять же, Никитин об этом говорил, вот, Толя, я могу сказать, вот у нас с Барановым практически всегда, и я тебе об этом писал, практически всегда образуются треки, эти самые кратеры, то есть вот такие вот дыры, и внутри там что-то лежит, внутри этого кратера, если нашу статью внимательно почитать, а вот иногда, и вот только иногда образуются треки, а вот у других людей почему-то треки чаще образуются, и вот в том числе у Чижова, а не кратеры, вот это очень важное обстоятельство, его надо иметь в виду, по-видимому, вот именно наличие треков и образования кратеров, это и соотношение между размером и химическим свойством, вот я бы об этом сегодня в самом начале говорил, это мой взгляд на это дело, обращаю внимание, что об этом же и примерно в таком же плане, но со своей как-то стороны говорил сегодня и Савинков, ну, как бы вот можно еще кое-что говорить, но, друзья, в трем часах, вот уже ровно три часа, как мы записываемся, поэтому на этом обсуждение мы заканчиваем, пожалуйста, Чижов заключительное слово и потом объяснил. Валерий, если вы говорите, что это химия, а где же продукты горения тогда? А продукты горения, ну, продукты химической реакции лучше говорить, а вот если я только что об этом говорил, вот в кратере, в который у нас образовывается, то, значит, если внутрь посмотреть, то, ну, мы смотрим с помощью микроскопа, мы видим там частичку на дне лежащую, и еще, Игорь, я обращаю ваше внимание, что у продукта горения иногда бывают газообразными, то есть, и даже чаще всего, поэтому вы их в виде твердых каких-то кусков, которые тут вокруг валяются, никогда не увидите. И показать их, понимаете, нам, а так что, ну, 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 да, тут эксперимент пока не полностью еще представителем, тут можно его улучшать, но идеи в этом направлении, вот я бы так сказал, что окисление сопровождается образованием многих веществ, в том числе, кстати, и образованием гелевых структур, а они, как известно, легко развлекаются в воздухе. но это было другое. Друзья, друзья, кто-то тут у нас, вот, у нас кто-то тут в торгсе, извините, я отключил. Значит, это Шароносов Валентин, у него там какой-то звук лишний. Володь, пожалуйста, твой заключительный комментарий. Ну, что я могу сказать, что я выслушал очень много, так сказать, замечаний и пожеланий, которые вы сделали. Я благодарен всем за то, что вы выслушали меня. Пиаром я никогда не занимался. Я занимаюсь, так сказать, вот, меня интересует исследование. Разобраться с этим процессом и, по-видимому, мы вместе сможем, наверное, разобраться. А вот то, что Анатолий Никитин мы в дружеских отношениях. Я даже немножко удивлен. Толя, я видел твою работу, но если я не верю в нее, ну, что я буду, так сказать, ее рекламировать или говорить о ней? Вот. Поэтому, так сказать, ну, что касается вот выступления, так сказать, про пиар какой-то, вот, ну, можно приплести сюда и темный темную материю и темную энергию давайте с этого тогда начинать. Вот. Я, в общем-то, рассказал о том, что я, так сказать, понял вот для себя и хотел поделиться с вами этим. И, в общем-то, прихожу к заключению такому, что пока не будет сделан генератор, вот мы будем также обсуждать одно, другое, третье. Когда вот коэффициент, так сказать, использования его будет выше, там, тройки, двойки, пятерки, а лучше пятерки, вот, вот тогда мне кажется, что все встанет на свои места. Но от своих убеждений я пока не могу отказаться, поэтому я и поделился с вами. И, в общем-то, чтобы объяснить вот тот эффект, который меня волновал по магнетизму, я и хотел это обсудить, но я не услышал этого обсуждения. Я услышал, так сказать, много критики, вот, и много предположений, кто что думает. Это тоже интересно. Поэтому спасибо большое. Будем продолжать дальше работать. Спасибо, Володь, за... Ну, критика, критика она только улучшает, поэтому не обижайся. Вот, друзья, на этом научную часть заканчиваем. Вот небольшое объявление. У нас следующее, потому что не все, вот, кто у нас участвует, не все получат письма. Так получается почему-то. Поэтому я сообщаю, что у нас в следующую среду тоже будет вебинар, на котором Жигалов будет рассказывать вот эту же тему, только со своей, как так сказать, свое понимание этого вопроса и вопроса неизвестного излучения. Кстати, забавно, что год назад примерно. Точно так же сначала Чижов что-то докладывал, а потом через некоторое время небольшое Жигалов выступал. Друзья, до следующей среды. Спасибо всем за интересное обсуждение. Всего хорошего. Всем спасибо. До свидания и завтрашнего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok